В сложности 21, даже 22 галки. 22 галка — это уничтожаешь школу офицеров в самый ответственный момент. Почти Iron Man, ну вы понимаете. И мы сейчас... А, сегодня же какой там? Четвертый уже февраля, да? Пятый, ёшки-матрёшки. Пятый февраля вышел XCOM 2. Сейчас будет террор. Причем террор... Сейчас я быстро расскажу, что происходит. Во-первых, в лаборатории исследуется плазмный пистолет, потому что как бы больше, кроме, там, приоритетного проекта делать нечего. В постройках была снесена школа офицеров, что привело к отсутствию полных всех бонусов. Мы сейчас полетим на террор вчетвером. В пси-лаборатории у нас три солдата. Револьвер Арцтоцкая и Занг, которые все равно на миссию не полетят. Сейчас тренируются, 8 дней им осталось. Школа офицера также будет через 8 дней. И сейчас мы вчетвером должны полететь на миссию террора. Но надо не забыть сделать несколько... Две брони Архангела для двух снайперов. Для этого нам нужно выгадать 720 голды, точнее, баксов. 720 баксов у нас идет все-таки за счет Элериума, главным образом, и сплавов. А может, и не хватит. Там, кстати, есть камеры. Слушайте, я же захватил еще вот ненужные вещи. Раз, два. Поврежденные камеры. Так, 300 уже, хорошо. Поехали. Когда XCOM 2 будешь стримить? После прохождения этой. Ну, либо фейл, либо мы умираем здесь. Либо проходим. Лучше, наверное, это в Message of the Day добавить. Петр, если ты слушаешь... Напиши, пожалуйста, чтобы... Это наши. Похоже, просто пилот задремал за штурвалом. Покупаем две брони Архангела. Это самая, наверное, классная бронька для снайперов, позволяющая взлетать. У нее защита, конечно, поменьше, чем у Титановской. Сильно поменьше. Сейчас, кстати, сравним. Титановская броня, 10 очков здоровья, герметичная воздух-фильтрация, но это общие темы. И против огня защита. Здесь 8. Не такая уж и легкая, так скажем. Тяжелая. Взлетел. За каждый ход, проведенный в полете, расходуется 1 топливо. 6 нет топлива. Не получает обычного преимущества за высоту, то есть это для Вижена. Воздух и огонь. Отлично. Спасибо большое. Так, ставим две брони Архангела. Нет, я не смотрел вторую часть. Я ее купил, скачал, поставил. Но не смотрел стримы, конечно же. Зачем мне это делать? Непонятно. Так, самое классное с невидимостью. Ну, это для штурмовика, в первую очередь. Призрачная броня. Да, она, кажется, после скелетного откроется только. Да, я знаю, что в литейке есть улучшение для Архангела. Оно, кстати, не такое дорогое, но в два раза увеличивает количество зарядов на... Не понял. В литейке, да? В литейке должно быть. Не понял. Да, улучшенный полет. Вот он. 162. Лерим, сплавы. Да, давайте сразу сделаем улучшенный полет. 162. Еще трупы, обломки. Неплохо так. Лерим, сплавы. Давайте сплавов сплавим. Сплавов достаточно много. 126 там было, да? Ну, он же некоторое время делаться будет еще. 162. Что-то я так тороплюсь. Давай один борт-компьютер продадим. Так, куда ж я... Я еще в чатик захожу. Снова там вопрос по второму экскому. Не читаю от Массича в Дэдэй. 14 дней будет делаться. Лучше не полет, но в любом случае нужно. И так, террор. В принципе, можем заигнорить, но не буду я пока игнорить никого. Берем двух снайпов. Штурм пригодится, конечно же. Тогда посмотрим, кто в принципе у нас есть из свободных. Да, нужно брать, наверное, хейвика вот этого вот так расчищать. И брать Беску. У Бески, правда, по морали, кажется, беда. Да, лучше Дмитрия Михайлова взять. И второго тяжа. Ой, в смысле... Да, тяжа взять. Тяжа точно. Да, тяжа надо брать. Так, снимаем, во-первых, снарягу. С тех, кто пси-лаби особенно. Оснащение ставим. Титановскую пушку из эксплава. Тут пистолеты, хитин. И, наверное, гренку даже пришельцев. Хевику. Тоже титан. Тут лазерка, тут фигня. Тут хитин. И гранат пришельцев. РПГ. У нее как раз разгрузка есть. Гранат будет побольше. А у Е. Ага, спасатель еще есть. Аптечки как? Аптечки никак. Аптечки нужны? Аптечка хорошо бы одна пригодилась бы, да. Дмитрию Михайлову. Плотный спринтер. Я лучше разгрузку взять хевику. Ну, в смысле, медкомплект взять хевику. Два заряда медикита будет полезней. РПГ плазмину не сделал, потому что время ограничено. Я сначала делаю пушки, в первую очередь, тем, кто реально стреляет. В хевике все-таки они основной урон наносят ракетами, в первую очередь. И хотя ракет как раз и увеличивается, да, надо это сделать. Ну, просто сначала надо было делать снайперки, потом надо было пушки, штурмовикам дробаши сделать топовые. Но следующее, да, скорее всего, после пистолетов, которые пригодятся двум-третьим отряда, надо будет сделать... А, потому что у меня хевик один умер. У меня фактически только один хевик, поэтому толку нет. Ну что, поехали. Это террор, ребят. Это не шутки. Спасать мирных не обязательно. Ну, то есть, желательно спасти человека четыре, чтобы было нормально. Но первично выполнение миссии и минимальное количество ранений. Поехали. Ох, шикарная карта, шикарная карта. Взлетаем снайпами и полетели. Только помним, что здесь по скрипту появляются еще не по скрипту, а могут телепортироваться тарелки. То есть, смотрите, здесь вся карта просто простреливается с воздуха. Вся. Все, что мне нужно, поставить двух снайперов куда-нибудь сюда в воздух и вон туда в воздух. Полет, пошел. Раз. И на самый, блин, верх. Два. Вау. Раз. Желательно их развести хотя бы на восемь клеток. Тут щит, кстати, мешает. Щит вот мне... Щит мне не нравится. А, ты не долетишь просто, да? Давай тогда пока снайперов рядышком поставим. Все-таки. Молодцы. Так, здесь лучше сильно не лезть, хотя в первый ход, кажется, там вообще никого не будет. Они достаточно далеко. Штурмовик должен страховать. Поехали. Ну, не ходите, гады. Так, мутоны. Мутоны. Летоны. Бронированные, конечно же. Ну что, подбегаем. Пулем быстрее. Не хочу хэвиком так близко. Хотя там есть мирный. Давайте. Да, пока никого. Давай еще ближе. Мутоны. Опа. Мутоны слева. Тихо. Слышали что-нибудь? Так, хэвика пока трогать не буду. Лучше побегу штурмашом. Вижу трупы противника. Мутоны. Первый пак мутонов. Три человека. Два зеленых, один красный. Вижен есть только на одного, к сожалению. И мы стреляем. Раз. Какой шляп это не спадает? Вот я не пойму. Подходи давай. Нужно штурмовиком его... Я хочу оставить на овервотч. Как раз зеленые мутоны пойдут. А этого я смогу, во-первых, на халяву выстрел сделать. И еще при этом действия останутся. Можно попробовать хэвиком зайти, но увидите, что здесь... Может ханкернуть лучше? Да, давай ханкерем. Ханкерим. Один овервотч, только у Соколика. Можно было стрелять второй раз снайпером. В смысле у хавка овервотча. Еще пак мутоны. Пошли. Сейчас будет овервотч. Причем двойной. Ну, снайперы, снайперы. Сейчас топить по дамагу. Особенно на таких открытых картах, где нет домов, где нет там комнат, дверей и прочее. Вот они сейчас будут долбить. Минус девяточка раз. Сейчас второй контрольный пошел отхожка. Минус два. Четыре мутона, да, из этих двух паков осталось? О, а вот третий пак. Веселуха пошла. А, но этот не спулин. Сейчас эти подходить будут. Видят? Не видят. Сюда бюрокет зарядить. Стоять, бояться! Вот этого надо будет in the zone снять. Хорошо. Еще летуны остались. Что я хочу? Я хочу сделать рокет. Шреддер-рокет куда-нибудь сюда. Только по-мирному бы не попасть. Задеть вот этого мутона. Задеть... Там не один, а там их двое или даже трое заденется. А, по-мирному я попадаю каким-то образом. А где мирный-то? А, вот так вот, да? Хорошо. Хэвик пошел. Так, значит, мутон, мутон, мутон. Вижу 2х. Спулин, пак, не спулин? Мог спулить верхний пак. Да, спулин. Ой, сейчас вообще жесть будет. Так, я убил одного красного. Одного зеленого. Кто у нас in the zone? In the zone, первый левый мутон, зеленый. Вот этот вот. Это без крита. Раз. Надеюсь, 6 несет. Рискую сейчас. Да, не надо было. Надо было с критом стрелять. Ошибкам. Кто опасней? Ну, вообще, сейчас милишные опаснее. Это не факт. Тебе тоже страшновато. Так, а у кого там хп? У среднего хп, да? Ладно, давай, так. 21 хит. Ну, очень плотно. Я не успею. 3 хита. Ой-ой-ой. Еще не поздно штурмовиком свалить подальше. Штурмовик не может, к сожалению, нормально стрелять. Я думаю, надо подставлять штурмовика чуть назад. Можно гренку, конечно, кинуть, бла-бла-бла. Но я подставлюсь под мутона. Лучше я пойду вот так вот. И попробую сделать выстрел по дальнему зеленому мутону. Потому что красных сейчас агрить, это вообще не очень. Давай. Есть. Так, еще один мутон зеленый. Ну, все, с богом. Тут толпень народа. Но вокруг есть мирный, они должны на них стоять. Не надо, не надо, не бей. Но у меня хитин есть, поэтому... Ну, понятно, все. Этот тупит. Не бей мирного. Там летуны еще пар, которые убивают, судя по звукам из плазмеров. Этих. Этот раненый, у него тоже с мобильностью должны быть проблемы. Ну, что ты тупишь? Бедолаги какие, а? Тяжело быть мутоном, да? Не мозгов. Ничего нет. Еще мирный отвлекают. Молодцы. Мирные всегда помогали нам. Пожалуйста. Так, а вот теперь, теперь... Надо, наверное, начать со штурмаша. Потому что у него раз халявный выстрел. Бах! Потом двойной выстрел. Причем двойной я, скорее всего, сделаю по второму. Да стоит еще. Не, не поэтому. Поэтому, пожалуйста. 92. Да, нормально, 91%. Раз. Еще разок. Хорош. Сейчас снайперами пиу-пиу. Хошкам ориентировочно по дальнему на 8 с критом. Индезован, все дела. Да, по ближнему с критом раз. Давай, только критонина 75%. Ну, да ё-моё. Не везет. Не везет. Второй снайпер, конечно, подстрахует. Но лучше ему, конечно, дальнего пока бить. Потому что... Да, убивает одного. Второй выстрел на КД уже закончился. Я бы, на самом деле, даже не этого убивал мутона. А дальнего убивал бы мутона. Ну, у него там 6 хитов, во-первых. Он без крита может уйти. Ай. Ну, и остается у нас хэвик. Бедолага. Который, в теории, может этого забрать. 67. Да заберет. Отлично. Ну, живем. Все ровненько. Еще два зеленых мутона. Еще третий мутон. Не рычи. Сейчас сюда рокет закинем. Ой, мирного, надеюсь. Да, мирного. Слава богу. И как раз бронированные летуны появились. Разлетаются, к сожалению. Хотя один на овервочем. Не паникуем, пацаны. Не паникуем. Все нормально, все по плану. Пробуем закрыть четверых здесь. Там летуна не вижу я. Наверное, надо на второй ярус сразу кидать. Вот так вот. Снимаем у этого укрытие. In the zone, соответственно, хошка. Мы этого убиваем. Да е-мое, что ж ты делаешь-то? Ну. Кривые хэвики с 90 точностью. Так. Интересно. Может подойти гренку кинуть штурмашом сюда. Тогда мы сможем сделать раз. Ты подставишься, Василий. Что ты не подставишься? Ты в рейнже будешь? Там овервоч у кого-то был. Овервоч был у летуна, который дальше. Я его не вижу сейчас. Не-не-не-не-не. Давайте не будем выпендриваться. Летуна раз убиваем. Это четвертый пак, собственно, последний. Можно сделать сапресс. Парализатор. Да не хочу. Просто стреляю и все. Гренка я не добью. С пистолем можно два раза попробовать стрельнуть. Или ханкернуть. Ханкернуть надежней. Еще не хватало. Мне сейчас ранили Дмитрия Михайлова. Пусть мирных убивает. До этого тяжа тоже, может, стрелять будет. Так. Три мутона, два летуна. По тяжу стреляет. Ох, какой удар на десятку. Летун подлетает. Раненый. Да ладно, мирного. Так, ну хорошо. Значит, сейчас имеет смысл, я думаю, делать гренку. Для того, чтобы максимально подобивать. Там овервотча нет. Хотя, может быть, это же овервотч. Ладно, подбегаем. Аркада пошла. Как же без Аркадия? Ага, вижу, вижу. Ну, так хочу сделать, чтобы того убьем, этого продемеджим. Поехали. Граната! Граната пришельца пятерочку снимет, да? Да. Добром. Теперь. Хошк стреляет. В первую очередь, поэтому мы тонем in the zone. Раз. Дальше. Патроны заканчиваются дальше. Дальше по летуну без хп это два. Может быть, in the zone сработает, потому что у летунов такой аффикс, что они типа в укрытии, да-да, в зоне поражения. Что там по хп там? Не вижу. Этого мы не убьем. Давайте этого лучше попробуем добить. Три. In the zone не сработает, но тут хотя бы... Да, и закончились патроны. У соколика откатился двойной выстрел. Я бы на самом деле... Парализовал кого-нибудь из них. Ладно, стрельну так сначала. Не помню, кажется, на КД у меня двойной выстрел. Ох, и устрашение еще. И два урона всего лишь. Так, парализатор работает. Парализатором лучше, наверное, летуна. Он там плотный, и у него... Он попадает, в общем. Не хочу. Отлично. Парализатор пошел. На ход мы его выключили. Можно пострелять хэвиком, но это 1%. Это какая-то нелепица. Я лучше себе 10 хитов восстановлю. У него и перк под спасателя, и половина хитов сразу вылечивается. Главное, чтобы сейчас Штурмаш выжил. Но у него титановская броня, хитин. И тут всего один человек должен работать. Этот вообще порычалый... А, еще пак. Пятый пак мутонов. Не спулен? Вроде не спулен. Этот уходит. Ну и слава богу. Изи. Не, спулен лепак. Там мирный. К сожалению. А у меня снайперы пустые. Реально пустые. Последний выстрел. Но лучше перезарядиться. Здесь скорее всего та же тема. Потому что тут укрытие. Ничего не сделать. Лучше перезарядиться. Я отступлю. И перезаряжу здесь тоже. Там мирный есть один. Тут скорее всего поставим так тоже, чтобы от мутона подальше. И овервотч. Это пятый пак, а не четвертый. Овервотч от хэвика, который хрен попадет. Надо было штурмовика тоже вниз уводить. Сразу, чтобы вот с этим товарищем. Так, этот уходит к летуну. Нормально. Хорошо, что перестраховался. На самом деле. Это было правильным. Убиваем с критом этого товарища. Надо было хэвиком сначала пострелять. Тоже ошибка глупая. Чуть-чуть не добегаем. Соколик стреляет два. Убивает с хорошей вероятностью. Но крит, кажется, не срабатывает. Нет, убьем. Хорошо. Ждем. То есть четыре человека ориентировочно осталось. Три зеленых мутона и один летун. Сейчас будет стрелять фулкавер 45%. Не, не стреляет даже. Мирного убивает. Ну, это понятно все. Так, ну тут просто стреляем. По кому и... Кого видим, по тому и стреляем. Русская рулетка пошла. Это два минус. Так, два мутона осталось. Овервотч, мухошка. Здесь тяжем подойду. Поехали! А, и тут подойду. Дима Михайлов должен будет в любом случае лезть вперед. Сейчас должен мутон слева появиться. Но хошек на двух овервотчиках его с хорошей вероятностью снимает. О, даже хэвик попал. Вот это новость. Ну, сейчас добьем тогда. Мы припасы на исходе. Добро. И был еще второй евро очень ухавком. Нормально все. Так, я бегу хэвиком. Причем бегу агрессивно. Мне вот это вот... О, видели кого-то. А, слева летун. Хорош. Сначала, пожалуй, с околиком стрельным. Чтобы у хавка, если что, сработал инде зон, если он добьет. Давай. Но русская рулетка, видите, где-то каждый шестой выстрел срабатывает. Я могу к нему на раннгане подбежать, но это рискованно. Хотя, если я увижу сейчас мутона справа, то это нифига не рискованно. Вижу двоих. А, вон он справа. А, давай, Аркадий. Раз за полуукрытием. И двойной выстрел по 77. Добро. Ну, ваш ход мутон. Я бы тоже вышел. Сейчас будет по хэвику отстреливаться с острова. А, нет, мирного убивать. Ну, мирного, конечно, ты можешь убивать. Только мирных и можешь убивать. Уже достаточно большое количество мирных умерло, но в четырех там мы как раз где-то 4-5 человек спасем. ГГшечка. Все задачи выполнены. Человек минус. 5 спасли. Уровень паники на двойку должен был понизиться. И самое главное, что это все было сделано четырьмя людьми, а не шестью. Трупы, сплавы, фрагменты. Да, на двоечку паникают. Смотрите, какая ситуация. Везде по единичке. Везде просто. С птиш до гладь. Декабрь. Плазмопистолет исследовался. Новые исследования попробуем. Кстати, у меня были захваченные плазмопистолеты. Берсерка, вскрытие. Тоже какая-то хорошая штука. Может скелетный? Да, давай скелетный. Ноль дней просто. Сразу же. Надо будет сейчас посносить и ежемесячно вот это вот минус 77 решить. Доход минус. Да, я понял. Наверное, я пару лап уничтожим. А, я, наверное, еще кораблей минуснул. Скелетный скафандр исследовали. И все. Дальше. А мне казалось, что... Ну ладно. Это нет. Это возможно. Возможно. Берсерк вскрою. Школа офицеров. Шесть дней. Две лапы минус. Там действует галка усталость от войны. И поэтому... Поэтому все плохо. Вскрыли берсерка. Что там он даст? Боевой стимулятор и генные модификации нейросмягчения. Дает плюс 20 силы воли при защите от пси-атак. Иммунитет к панике. Если враг берет под контроль разум бойца, это всего лишь оглушает бойца на один ход. Дичь. Как только станет понятно, кто у нас псих, кто нет, сразу начнем заниматься генной модификацией. Термоядерную, может быть. Или пусковую установку. На корабли мне не нужны. Мне устраивают М-пушки. Плазмер легкий. Проигрывает обычному плазмеру. Непонятно, кому брать. Тяжелый плазмер. Это ради одного хэвика. Термоядерная пушка. Это для одного хэвика. Но как бы рокеты будут вообще топич. Гиперволновой пока... Да, давайте я лучше термоядерку сделаю. Для двух хэвиков это будет. Пси-тестирование 4 дня. Надеюсь, миссии больше... Так, светошумовые нужны. Награды 365. Деньги мне нужны. Светошумовые гранаты. Что там кроме... Только бабло, да? Только бабло. Продаем трупу мутонов. 39, да, они были там? 160. Надо в плюсе остаться после этого всего. А, не путал ты. Я не то изучаю. Я понял. Но сейчас все равно там... Три лабы, как бы... 70 ученых. Хотя долго изучается. Ну вот термоядерная пусковая. Новая пусковая, разрывные снаряды. Так, пси-тестирование... Так, давай заказ все-таки сделаем. Светошумовые 4 штучки. Текущие запросы выполняем. 365 получаем. 400 на руках. Пси-тестирование. Внимательно, ребята. Первое пси-тестирование. Мы до сих пор не видели ни одной... Да как? Мы до сих пор не видели ни одной... ...говоритной реакции на тест. Надо проверить остальных бойцов. Вдруг нам повезет. Нифига себе. Товарищи полкана револьвера... Во-первых, раньше... Минимум один из первой партии был психом. Я загоняю еще троих, конечно же. Но сейчас нужно быть аккуратным. Дима Михайлов. У Бески просто мораль низкая. Снайпера я вообще не хочу психом делать. Давайте, ладно. Бесу и Соколика. Справимся ли 10 дней без? Справимся. Если что, уберем. Школа офицеров доделывается по таймингу. Только не говорите, что нужно заново... Все есть. Все есть. Все. Размер отряда восстановлен. Ежемесячно минус 100. Так. А если мне М-пушки сейчас добить? Сколько-то М-пушек осталось? Раз, два, три... Четыре, пятую М-пушку сейчас сделаем. И просто уберем лишние перехватчики, а не по двадцатке. М-пушка. Отлично. Ставим вот сюда вот на ворон. Бафы есть, поэтому как бы главная пушка. И просто... А сколько там за содержание корабля? Кажется... Кажется, 20 баксов. Да, по 20. Ну, я просто могу гуфнуться, если так не сделаем. Тупо от кризиса. Так, баланс минус 2 бакса. Я думаю, надо лабу снести. Можно, в общем-то, изолятор? Нет, изолятор это эфериал еще нужен будет. Лабу снести. Да, давай. Ну и все, плюс 22 бакса. Не гуфнемся сейчас. Бомбом. Сообщение совета 6 дней. Улучшенный полет. Да. А что за рейлган? А, рейлган это к этому к меху. Так, а давайте, наверное... Я не могу сейчас генную модификацию делать. Потому что нет запаса бойцов. То есть нужно дождаться еще 10 дней, когда 3 товарища пройдут проверку на пси. Сообщение совета. Все довольны, надеюсь? Все довольны. Но денег с каждым месяцем становится все меньше и меньше. Признаюсь, последние результаты... Улучшенный полет готов. Сегодня утром прибыли новые инженеры. В литейке. Тоже сказать, мы от помощи не откажемся. Гранаты пришельцев можно новую. Пистолеты не хочу. Гранаты тоже мало кем использовать. Рада, что вы не забываете, научный отдел, шеф. Я уже отправила новичков в лабораторию. Можно было избавиться от лифта. Если генетику здесь построить, перенести все нафиг наверх. Но лифт, кажется, стоит вообще фигню. Да, фигню. По 10 баксов. Окей. Так что можно произвести, чтобы Лериум не тратился? Может, реально громобои потихонечку начинают штамповать? Не такие уж и дорогие. Борткомпьютер. Да, наверное, по одному начну громобоев делать. А что там нужно? Количество борткомпьютеров. Два блока питания, два компьютера. 14 Лериума и 300. И 30 сплавов. Два блока, два компа. То есть хватит мне только на один, да? Четыре блока, два... Два блока, четыре компа. Трубы берсерков продаю. Труб мутонов продаю. Труб командируйся, кто это, продаем. Да, четыре компа, я понял. Четыре компа, да. Обломки. Сикер. Ой, нет, сикер. Что-то там где-то нужен он. Ладно, хватит на один. 296 или 396? 293. Делаем громобой. Один. Блин, он же дорогой. Черт возьми. Пси-исследование. Три дня. Четыре, два... Похожем, украшу, нашли. О, есть. Каждый кандидат, он уникален. Уникален. От него исходят самые мощные волны птичьей энергии, которые мы когда-либо видели. Кто там? Соколик, Дмитрий Михайлов. И кто ты... Ой, давайте. Кто же этот герой? А, Беска еще. Так, девочки или мальчик? Ну, энергия от сокола вообще. Человечество всегда стремилось к звездам. На протяжении веков люди, не переставая, смотрели в небо. И лишние многие решались заглянуть в себя. Девочки или мальчик? Девочки или мальчик? В глубинах человеческого разума скрыто больше секретов, чем мы можем вобразить. Или... Нет, мальчик точно. Добавно получается. Секрет победы заключается не в оружии, не в военной технике, а в нас самих. И если у нас все получится, мы увидим малую толику того, чем можем стать. Мы создадим нечто невероятное. Unbelievable. Incredible. Это сокол или Дима вопрос? Больше похож на... Дима Михайлов! Дима Михайлов! Это просто прям... Какая-то книжку писать можно по этому человеку. Если вы помните, человек с псих... С пси-способностями, что... Он сделает в конце. Это будет топич. Ну что, Дим? Бабах. Пси-способности. Фух, тупоумия. Используйте, чтобы развивать же эту пораженную тупоумию. Теряя чувство реальности, снижается меткость, сила воли и наносит 5 урона. Короче, надо его качать. Надо его качать. Я предлагаю сейчас, учитывая то, что мы проверили значительное количество бойцов, 6 там из... То есть, хошек только остался, да, один лейминг. Короче, начать потихонечку и уже генномодифицировать бойцов. Наш моральный долг подготовить бойцов к тому, что их ждет. Эти люди, они же изменятся навсегда. А здесь внимательно, тоже лучше по одному. Начнем с Соколика, наверное. Что у него есть? Дает силы воли при защите от психоиммун к панике. Берет под контроль всего лишь один ход. Или... Но есть урон, использующий все атаки. Переводит перезарядки, снижает вероятность срабатывания. Сила воли у него и так хорошая. Глаза. Меткость против промаха чушь. А вот это хорошо. Господствующая высота. Плюс крит, скорее. Второе сердце. Это штурмовику нужно. Это тоже... Надо ближнебоиному. Изучает электрическое поле. Выявляет бережащих врагов. Тоже штурмовик. А, мимикрирующий надо брать. Дорогая, но очень классная. Мышечная плотность. ИМТДОЧ ТОР поддержал ваш канал на сумму 500 рублей. Дмитрию на обед перед вылетом на последнюю миссию. Спасибо большое за саппорт. Три дня, короче... Будет подготовлен к хирургическому вмешательству. Когда генетическое модифицирование завершится, я уведомлю вас лично. Короче, я БСКу, учитывая то, что она штурм, сделаю как раз серию бафов. Снайперам, по сути, только тут один, ну максимум два прыжок. Но прыжок-то не нужен, потому что у них и так скафандры. А вот штурмовики с инвизом и с регенерацией это топич. Но для этого нужно бабло. Бабла как бы нет. Вообще нет бабла. Я даже продаю вот так вот, чтобы... Сегодня началась новая эра в истории человечества. Да, мы победили последних пришельцев, но что теперь? Мы забудем о человечности ради технического прогресса? Мы продолжим пользоваться этими технологиями, и они поглотят нас, как некогда поглотили наших врагов? Нейросмягчение, раз. Когда у солдата заканчивается на задании впервые здоровье, он не умирает, истекает. Время увеличивает, не дает потерять силе воли при критическом. Или модифицирует надпочник и вив испускает... Короче, второе сердце. И мимикрирующий кожу. А здесь реген, кажется. Временное лечение снижается, солдат восстанавливает. Да. Это вообще топич будет. Дорого, но круто. 12 дней без него. И 300. И меда половину отдаем. Так, давайте не будем пока жестить. Лучше три дня подождать. А то я без двух снайперов... Да, вот. Ох, ты ж ежик. Так. Бом-бом. Это большое НЛО. Сбивается М-пушкой. У нас есть... Да мы должны его сбить. М-пушка. Обычный перехватчик, но есть три бафа, которые помогут сократить расстояние. И... Надеюсь, поможет. Да, есть. Давай. Акселератор. Акселератор. Уклонение. Изи. Но я сюда лечу с одним снайпером. Это баржа грузовая. Это... Много бабла. Ну что, револьвера берем. А у нас, кажется, нет выбора. Да. Перераспределяем снарягу. Ну, двое в генной лабе находятся. Хошку убираем. Убираем хитин. Арцтоцки даем хитин. Там, кстати, пистолеты. Занг. 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 Хитин. Значит, два тяжа. Один снайп. Штурм. Дмитрий Михайлов один. Потому что бескоп генный. И... Да. Титановая. Плазмер. Пистоль. А где медикит второй? Снайперы, что ли? Утяжа ненужный. Да, два медикита. Дмитрий Михайлов будет пси мочить. Утяжа спасатель. Ну да, это же спасатель. Но здесь тоже перки есть на... Хорошие. Ладно, вроде норм. Армор у всех. Четыре хитина и шести. Да. Плазмер, плазмер, пушка... Пушка... Поехали. Поехали. Здесь деньги, илериум, сплавы. Можно попробовать мед собрать, если он будет рядышком. Но мед там еще запас где-то 120-130 у меня есть. На второго штурмовика хватит. Готовьтесь к выброске. Надо разобраться с лонатиками в США. Архангел же нет. Ну, Архангел-то да, стоит один. Координаты... Там один Архангел остался, потому что один снайпер в генной лаборатории. А зачем мне Архангел? Говорит Рейнджер, мы к северу от места крушения. Штурм на бою готов. Вас понял, Рейнджер. Мы присмотрим за вами. Штурм-1, можете начинать атаку корабля. Не самая удачная позиция. Я помню именно на такой позиции Гуф. Гуфался. И валил отсюда. Смысл в чем? Мы находимся где-то посередине, сбоку тарелки. При том, что она вся в дырках, вероятность того, что с разных сторон полезут, она очень высока. Поэтому сейчас желательно занять... Выхожу! ...позиции таким образом, чтобы... Да, Димку надо вообще по максимуму качать. Психа сделать толково. Я в пути! Взлетаем. Я думаю, да, надо взлетать. Тут, видите, возвышение, поэтому... Ох, топливо же здесь 12 еще раз. Сайпер готов. Чуть под укрытием. Ближе, не хочу подходить уже. С Богом, слушаем. Хрисолида, летуны. Мед прям по курсу. Так. Ну ладно, поехали. Выполняю. Спешу. Хэвика бы подставить по высшему, чтобы он смог на следующий ход хотя бы отсюда рокет пускать. Потому что там же вход, вода ложка, насколько я помню. А значит, там паки тусуются часто. И этого хэвика тоже поставить по высшему. Не-не-не, не сюда. Лучше, лучше пониже, чтобы он вот слева тоже смог стрелять. Дерево не мешало. А в барже у нас не так много народу. Кажется, что-то вроде пяти паков. Около 14-15 человек. Мы брали такую и... И вчетвером. С одной стороны, хотелось бы эту дырку сначала проверить. Но по факту я не могу сюда забраться никем, кроме... Поэтому пробегаю штурмовиком раз. Зачем я первым? Димка это иду. Два. Трис. Это пока здесь стой. Опасно. Вот он. Справа. Могут из дырок выйти. Изи, вообще. Они там бегают. По половине тарелки там. Ну что, пулим? Да пулим! Там летуны не бронированные даже. Ну, ребят, ну это не серьезно. Какие не бронированные летуны. Сразу тупоумие тебе. Раз, будем качать. Надо! Да у них ни жизни, ни пушек, ничего у них нет. Единственное, Дмитрий Михайлов там один. Это плохо. Соколик будет на овере. Сапы подходят, как могут. Второй тяж, я думаю, тоже должен подбегать. У меня там фулкавер. В принципе. О, крисолиды бегут. Оп, овервотч. Снайпер. Еее. Хошку умеет. Могет. Так, тем, кто недавно присоединился, добрый вечер. У нас сегодня последняя часть трансляции XCOM Enemy Within. Impossible. Почти Iron Man. 21-22 галки даже. Опа. Мутон. Видите, у них тут даже паки по два ходят. То есть там реально мало. О, еще мутоны. Хорошо. Нормально, нормально. Выбегать буду. Сейчас Хошка еще разок стрельнет. Я тут готов встречать и штурмовиком, и снайпером, и остальными. О, хорош. Русская рулетка. Здравствуйте. Галочка. Один урон с плазменной снайперской винтовки. Ну, я предлагаю... А, это вход, да? Ладно. Раз. Давай, подходим. Не рычи. А может, дальнего лучше постреляем два раза? Че он там стоит? 74, нормально. А, 59. 59, хреново. Я хочу, чтобы он подошел. Зачем? Ладно, убить нет. Подожди, не ходи пока. Ты видишь только одного. Вообще не играешь. Уже выдвигаюсь. О, можем заставить его спуститься. Вниз. Но дым не может пригодиться. Густой. Мутон, мутон. Наверное, я снайпера переведу все-таки чуть левее. Потому что он, видите, не... Не алё здесь. Или просто свалить штурмовиком. Тогда мутоны на меня бегут. И я тут хоп-хоп-хоп. И по красоте все сделаю. Да? Идея, конечно, интересная. Да, пожалуй, так и надо сделать. Давай так. Ё-моё, там крисолиды. Прикольно, прикольно. Три крисолида подбегают уже. Там рокеты есть. Снайпер начинает работать. Вообще, я бы рокетом долбанул. Просто я закрыл бы этот вопрос. С крисолидами. Она не убьет, но... Сейчас мы кошкам in the zone. Раз, два, три сделаем. Пацаны топичи. Они... С такими перками, что... Извините, просто раз. Шкурка крисолидов мне как раз еще хитин нужен. Это два. Это три. И на Overwatch двойную ориентировку оставляем. Так ты не можешь. Давай вот так лучше. Пусть спустится к нам. Давай, давай. Присоединяйся, прыгай. Опа. Не уверен. Револьвер хреново стоит. Его бы сюда вот. Но сюда я боюсь под гренку попасть. Да ладно, ничего не будет. Это два. Так, а может хэвика сейчас скачнем? Второго. Да, только рокета нет. Хэвика-то. 57 или вспышка? Вспышка лучше, наверное, убьет. Да. Ладно, давай снайпером in the zone. Еще разок. И Overwatch. Здесь я, пожалуй, вот так вот стану лучше. В общем, это он и пойдет. Но это-то ладно, это не столь важен. Миша, я подписался, а баг не пришло повещение. У тебя же на iPad есть приложение сообщить о баге. Вот через ту форму. Там же свои разработчики. Проверь и отправь, если действительно баг. Там и скриншотик можно прислать. И напечатать, что хочешь. Так, успокойся. Давай ты не будешь сейчас ничего делать. Отлично. Ему нужно перезаряжаться, к сожалению. Увы, патроны закончились. Тут халявный выстрел. Раз. Сейчас попробуем псти его. Хотя не действует, видите, туго-уме. Это плохо. Подходить, не подходить. Молниеносных нет. Надо здесь хэвика, наверное, все-таки подвести, убить. Сняла его. У револьвера молниеносные есть рефлексы. И, наверное, он и побежит. Там точно на вервочке кто-то стоит. Ёшки-мандрёшки. И ещё пак бронированных летунов. А вот к этому я не готов. Отступаю. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так. Мне нужно подумать о том, как кидать рокет. Откуда, точнее, кидать рокет. Скорее всего, сделаю сюда вот сапа. Кину сюда дым. Отсюда рокет хреново будет залетать. Потому что угол очень острый. Его даже сюда будет выгоднее поставить. Да, но это занг. Он плотный. Так. Значит, здесь ориентировочно дымим. А у литнов же гренки есть. Бронированных. Можно попробовать разделить. Но я боюсь, что... А вдруг я шестой ещё пак с пулю. Это... Нехорошо. А что мы убили-то? Кого мы убили? Одного обычного литуна. Трёх кресолидов. Одного красным мутоном. Там ещё три мутона. А, нет. Двух красных мутонов. Там два зелёных мутона осталось. Одна увидим, другой непонятно где. Не хочу я здесь оставаться. Вы бы знали, насколько я не хочу. Я думаю, не стоит оставаться здесь. Ясно. Так. Здесь дым. Инфа соточкам. И скорее всего, я Дмитрия Михайлова тоже уведу. Чтобы... Если пойдёт гренка... Справлюсь. Вообще, к Дмитрию Михайловым надо вот сюда подходить просто. Ясно. И на следующий ход... Ёппересетеее. А вот это фейл. Это... Это фейл. Ещё один пак бронированных литунов. Бэл... Бэл. Бэл. Это не то слово. Твою ж меть. Надо им давать другую цель. Надо им давать Дмитрия Михайлова под полуукрытием. Этого они видят. Ну, револьвер у нас гуфается, скорее всего. Вот чё, полез-то. Это уже седьмой пак. Седьмой пак. Ранангана нет. Псиза. Это какой я псид? Пять хитов сниму, и это будет фейл. Такие револьвера подставлю гарантированным. Так я хотя бы под дудар двоих подойду. Так, там трое или двое? Подходит. Только не по револьверу. Блин. Да, ты не в порядке нисколько. Это капец. Минус револьвер. Жив. Я в порядке. Я в порядке. Я в порядке. Хорошо, замк попадает. Ну, револьвера крит. Мораль была с 19-м. Точно. Ладно. Так, давай планировать спасательную операцию. Нас интересует в первую очередь... Ладно, здесь критом мы убиваем. Раз, инвезон. Пум-пум-пум-пум. Не хочу. Да никак. Там дофига народа. Там же еще летуны. Две штучки. Здесь шредер достанем по двоим. По одному и укрытие у второго. А, не, по двоим достаем. Давай. Ловите! Так, беру мощный заряд. Хорошо. Так, артстоцк ориентировочно будет спасать реву. Здесь, скорее всего, качаем тупоумие. Снайпером добиваем. Инвезон ориентировочно этого. И по второму еще стреляем. Давай, два. Ой, не снимет. Шесть хитов. По анимации видно. А, нет, снял. Так, а почему не в зоне? Какого лешего он? Да, не в зоне. Подбегать что-то я пока артстоцк не хочу. Потому что, блин, там тоже фланг. Я лучше и сюда опасным. Лучше я вот сюда вот с рывком. Опасно. Сейчас могу овервотч славить. Сканирую. Может дымануть? А дымани. У вас двоих. Димка-то Михайлов там не гуфнится. Да, вот так вот спулил пак и все. Фланг и минус человек. Еще повезло, что критичное состояние, типа. Так, ну это потерялся, друг. А здесь уходит еще пак мутонов. Замп идет ответный. Сколько шпаков-то разноплановых, капец. Не-не, не сможешь. Так, револьвер исчет кровью через. Здесь проблема. Здесь проблема. Бежать или Дмитрия Михайловым помогать? Не, надо сюда хотя бы для того, чтобы САП спокойно восстановил. Кто будет убивать этих? Блин! Реально забить. Так, тут шедер-рокет как? Шедер-рокет ок. Да пофиг на укрытие. Главное, что я мутона тогда Эндезоуну беру. Второго снайпера не хватает. Я бы тут перестрелял этих скотин. Хорошо, это раз. Не рычи. И даже укрытие осталось. Снайпер. Первый раз. В зоне поражения. Крита нет, поэтому дальше нужно действовать аккуратно. Милишный мутон на самом деле не такую угрозу представляет, как вот эти вот два придурка. Поэтому, я думаю, надо вырубать этого с обычного выстрела. Плюс на раненгане бежать назад. Если он убьет, конечно, сейчас с этого. Давай. Есть. Дмитрий Михайлов. А, раненган же нельзя юзать. Окей. Отлично, я придумал. Бегаем. Здесь хрен попадешь вообще по этому в тумане. Хотя нормально вроде. Он приоритетен? Да, он более приоритетен, чем... Давай снимаем у него сколько получится. Ах, еще бы чуть-чуть, а. Перед тем, как снайпером долбить его. Давай, попади, 80. Может парализовать? Ну, там граната может работать. Сопресс точно нет. Обычный выстрел может его убить. Убьет. Чувствую, убьет. Блин. Блин. Хитин есть у Занга. Удар Мутона. Преживает. Ёп, РСТ. Ну, по хэвику стрельнул, гад. Револьвер из счет крови в один ход. Срочно стабилизировать бойца. Револьвер подождет. Сначала вот так вот раз. Это... Просто стреляем два. Ой, нифига себе, просто стрельнул. И револьвер оставим на ноги. Жалко, что он психом не стал. Реанимация. Да, и поднимаем хил сюда еще в следующий ход. Хил на хэвика. В общем, лечим, перезаряжаемся, лечим. Ну, подходите, гад. Смотрю внимательно. Ясно. Начинаю наблюдение. А кто там остался? Раненый мутон, кажется? Летон. Третий бронированный летон. Они трогнули! Вперед! Это не проблема. Бронированный летон. Раз. Два. Кажется, еще третий же летон ушел. А, нет, не ушел. То есть пять бронированных летунов, еще пак мутонов. Там, кажется, обычный еще летон с одним хп живет. И мутон с парой хитов живет. Вот овер, тут хил. И еще хильнем тяжа у нас на шахот. Ты псих качать будешь? Покачай эрпсин. А, надо его просто юзать револьвером было. Ой, в смысле, этим, да. Дмитрий Михайлов. Забыл? Куда вот ты побежал без хп-та? Возвращайся назад. Там саппорт до него не доходит. Последняя аптечка у Арцтоцки. У кого-то еще была страховочная аптечка. Не было командиров, кстати. Мне кажется, что они уже... Осталось там 2-3 командира в... Хотя там недобитые есть, реально. Нужно револьвером сейчас сделать разберку. Вон мутон рычит. Что это было? Мутон бежит. Бежит. Так, револьвер пошел. На звук мутону. Ориентировочно здесь он где-то. Вот он. Фланг есть. Точность никакая. Зато кредит стопроцентный. Давай 50 на 50. Хорош. Я там готов. Так. Что-то мне кажется... Да, 4. На телефоне интернет не выключил. Так. Далее. Нет. Выражу. Выбираюсь. Мне кажется, там еще есть... Один литун битый. Кажется, есть он. Сделаю. Справлюсь. Ну, подходите, гады. Слышим. Да, кто-то из пулиного пака бежит. Мутон еще один. Они сваливают! Так, окей. Дмитрий Михайлов вроде находится в пределах досягаемости. Качаем тупоумие. Раз. Ты будешь проситься к мамочке. Следующий на КД. Занимаем укрытием. Пусть даже... Без полных ховер-вочин. Ну, что будешь делать? Уходит. Я предлагаю... Спуститься на землю. Потому что уже перестает работать нормально снайпер. Дмитрий Михайлов бежит дальше. Видит несчастным мутоном. Из пистолета двойной ориентировочно будет. Два раза по 61. Ой. Ой. Ой, еще дверь снял. Это провал. Так, хорошо, хорошо, нормально. Это револьвер ранения, но пофиг. Он все равно не псих. И это резервный саппорт. Этот убегает. Туда за ним прям не стоит лезть. Пока все остальные не подтянулись. Потому что... Повторюсь, там же командный центр. И... Это не шутки. Так, у меня тупоумие есть, да? Очередное. Может, поломится? Может, я его увижу сейчас. Даже в полходика могу увидеть. И... Продолжаем качать психа Дмитрия Михайлова. Сносим последние пять хитов с вероятностью 90. И подходим. Опа! Я слышу летуна. Летун еще есть. Ну, видимо, тот недобитый. Но в любом случае, если мы убьем командиров, то... Летун, по идее, должен собраться с мыслями и пойти в... Ну... К главному зданию. У меня все под контролем. Ну, должен. Они так и поступают, если угроза... Мэйну идет. Он справа, где-то там далеко. Дмитрий Михайлов подходит к двери. Да, е-мое, револьвер. Ну, когда-то там... Уже там семь раз включил, и револьвер ни разу не выбрался. Лево подходит. Да всеми подходим на пул уже. Потому что, судя по всему, тут сильно врагов-то не осталось уже. Открываем. Заходим со спринтом. О! Да, Летун, Летун. Я слышу, Летун. Ну, хорошо, тут снайпер его прострелит, если что. Он там гуляет. И септоиды щебечут. Это командиры вот здесь как раз. Все правильно. Опа! Летун вернулся. Овервотча нет, но снайпер есть на позиции сейчас. Не зря подошел. Подвел его. Ах ты, смотрите, какой скотина. Короче, я хочу, во-первых, подсветить Летуна. И, возможно, с пулю хэвиком. Да, мне же нужно для общего вида снайпером его убить. Раз. Бам. И я ориентировочно пулю сейчас командиров здесь. Слушаюсь. Вижу цель. Два человека. Башковитые. Уходят не туда, куда я хотел. И это может привести к неприятным последствиям. Осторожно, они сдвигаются. Одного-то я с ранган убью, а вот дальше будет жесть. Чисто в теории могу просто рокет кинуть. И тогда мы постреляем. Только источник энергии лучше не задеть. Давай. Занг в очередной раз демонстрирует скилуху. Кидает рокет. Попадает только по одному, но укрытие у второго сносит. Таким образом у нас появляется возможность не сильно Аркадия хорошо пострелять по обоим. И револьвером, который стрелять не умеет. 40-40. Ну, зато с критом. Можно, кстати... Нет, давай лучше 40. Не надо, чтобы он отсюда уходил. Вообще красавчик! Не просто попал 40, он еще кританул по нему 15. Револьвер не перестает удивлять. Давай тогда снайпером еще тут постреляем. ГГшечка. Да! Все в порядке, шеф! 18 человек. Много разноплановых паков. По два человека. Летоны, мутоны... Обычные летоны, бронированные... Крисолиды были. Но... Ну, ранения, да, серьезные у револьвера. О! Специалист Дима Михайлов прокачался. Спасает от тупоумия паники всех союзников. Или пси-паника насылает. Нажет из более слабой силы воли на роботов. Лучше, конечно, пси-вдохновение. Дмитрий Михайлов. И по... По смыслу. 12 дней револьвер отдыхает. А можно, кстати, его в пси-лабы затолкать? Ой, в генную. Хотя в генную, наверное, как раз и не стоит. Револьвера тратит мед еще на него. Генная модификация завершена. Первая наша генная модификация. Сливают воду. Мы близки к созданию нового оружия. Наши солдаты были лучшими бойцами человеческих. Это матрица какая-то. Теперь, переняв опыт поверженных врагов, мы сможем использовать их сильные стороны. Геннадий модифицированный. Хорошо. Ну, это соколик. Он там всего один баф получил. И то, если будет стоять на возвышении. Термоядерная пусковая делается. Денег особо нет. Но, кстати, мы же захватили корабль. Гелериума 200 сплавов дофига. Стасис камеры продаем. На что мне нужны деньги? На громобоев можно потратить. Сделать, например, еще одного громобоя, если бы мне хватило борткомпьютеров. Не хватит борткомпьютеров. Ну, тут денег прилично. Надо вспомнить. Во-первых, надо посмотреть пистолеты плазменные. Вроде у меня были какие-то захваченные. Нет, плазменных пистолетов нет. Дорогие, редко использоваться будут. А ну нафиг. Ща, 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 ща. Я дождусь, когда закончатся генные модификации. У меня шнайперов вообще модифицировать по генам особо не нужно, получается. Сила воли нет. Хотя у кошка сила воли такая, что... Но его не видят. Зачем мы сила воли? Меткость тоже не нужна. Разве что крит добавится. Второе сердце до них не алло. Этот баф вокруг, он тоже не нужен. Разведка тоже не нужна. Разве что прыжок. Но это тоже есть. Можно регенчик взять. На всякий случай регенерацию снайпам. Но лучше, я думаю, потратить мед на второго штурмаша. И на хэвик, соответственно, реген дать. Да, так и сделаем. А мы же сразу тогда одного тяжа возьмем. Возьмем, направим, например, Занга. И дадим ему, соответственно, хил. Второе сердце. Бабла уже не хватает. Вообще, нейросмягчение лучше взять. На всякий случай. Сейчас я попродаю эллириум. Секундочку со сплавами. И мед скоро закончится на этом всем. Реген не очень работает. Только на хп броне не регенит. Да. Тогда не круто совсем. Так, вот это можно штурмовику одному. Ближайших врагов не потревожить. Биэлектрическую кожу на разведку. Мимикрирующую штурмашам. Наблистерон. Ну, Занга сложно захватить у него. Хотя нет, лучше первую. Это чушь, это чушь. Поехали. Девять дней. Хорошо, пока не будем больше... Термоядерная установка и исследование завершилась. Начинаем новая бластерная установка. Ох, господи, она такая дорогая тоже. Ну что, можем гиперволновую связь сделать. В последнее время на нас валится один проект за другим. Гиперволновой декодер. Вот, командир сектоидов, очень интересная тварь. И мимо этого устройства я тоже пройти не могу. Даже не знаю, с чего начать. Так, где у нас там? Бластерная установка. 725. 108 илериума. 4 компьютера. Да идите вы к черту. Зачем я ее исследовал? Вскрываем. Имплантация второго сердца позволяет тяжелораненному солдату дольше продержаться без медицинской помощи. Штурмовикам мастхэв. И мимикрирующая. Так, давайте попробуем громобой тогда сделать. Лериум все равно уходит. Офигенная же штука. У меня, скорее всего, один тяж будет в конце. Поэтому мне особо не нужно это. А громобой стоил 293, да? А, я не смогу его сделать из-за борткомпьютера одного. Зачем ты тогда продаешь? Не знаю. Не знаю, не знаю. Может, не будешь продавать? Может быть. Можно генератор элериумный взять. Нормальный построить. Вот это хорошо было бы. Снесем одну электростанцию. Ой, нет, не снесем. И построим элериумный... Элериевый генератор. 550. Во, это то, что мне нужно. 550. Да, ну сегодня мы должны закончить. Либо гуфнемся, либо закончим. 550. Сколько там? 374, да? Пам-пам-пам-пам-пам-пам. С запасом сделал. О, да. Правильно сделал, что с запасом сделал. Уже 550. Так, элериевый генератор. Он позволит нам сэкономить на... На нескольких электростанциях на содержании. А ему элери нужен? Мы получили новое сообщение от Завета. Разминирование, что ли? Разминирование! Ой, блин. Кто у нас есть? Я уверен, что вы справитесь с этой непростой задачей. Два снайпера есть уже? Хорошо. Скипай. Ага. Но... Тут даже... Давайте я танчики лучше возьму. Танчик один возьму. Разминирование, да? Разминирование. Два снайпера, ок. Поднимемся. Да, это будет изи просто. Просто изи. Штурм, сап. Час шкариновый. А забей, лети просто. Это, типа, самая сложная миссия Совета, но она сложная, когда... Когда пацаны у тебя не очень. Ой, нет. Это другая шарта. Это срочно. Я думал, это будет склеп. Но здесь тоже снайперы отлично работают. Штурм-1. Разведка Совета сообщает, что пришельцы устанавливают плазменную бомбу в вашей зоне. Да я понял. Времени мало. Так, все нормально. Надо обнаружить бомбу и обезвредить ее, пока она нерванула. В этом районе мы обнаружили необычные тепловые сигнатуры. Оказывается, чтобы активировать заряд, пришельцы используют нечто вроде энергоузлов. Да вы что? Если вам удастся их отключить, вы сможете выиграть немного времени. У нас новая задача. Вот это новость. Ну что, Танчик, подставляем? Ой, не хочу пока. Слушаюсь. Отлично. Узел деактивирован. Хе. А, да, ты беги. Ты же Лемминг. Пусть даже спулит. Хорош. Хорош. Снайперы все равно в этот ход не работают, поэтому я лучше подожду. Сейчас будем ломиться просто. Ломиться и уничтожать все на своем пути. Все прям. Все. Поехали, работаем. Ну где же вы, гады? Где же вы? Так, ты сюда. Опа, опа, опа. Несчастные. Несчастные. Ой, красавчик. Ой, красавчик. Правда бы нет, он спрыгнул. И к укрытию еще успел подойти. Ладно. Надо Дмитрия Михайлову вообще качать, правильно ведь? Все атаки, все дела. Вот сюда подбежит и увидит третьего. Добро. Тупо умея. Ну а ты что думал? Так, тебе легко все сойдет с рук. Там у всех коверы. Ну, пофиг. Ладно, убиваем одного. Убиваем второго. Лучше с критом. Третьего я снайпера, кстати, не вижу. Ну, а Леммингам, скорее всего, придется подходить дальше. Можно не подходить, на самом деле, потому что и так все хорошо. А, 99 здесь. Ха! Блин. Мутонов, подчеркивание, как поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Мутонов, подчеркивание. Михаил Умерчук, лично вы к нам слишком жестокий. ТЧК будем жаловаться. Ваш гаекский суд ТЧК. Увидимся во второй части. Восклицательный знак. Да, извините, мутоны. Но вам тут не рады. Так, минус первый пак. Запасы по ходам есть. Двигаемся вперед. Двигаемся, конечно же, танком. Ой, здрасте. Мне бы с фланга, конечно, пострелять. Но, видите, они что-то прячутся. Молодцы какие. Снайперы все равно все видят. Это раз. Мне сверху видно все, да? Ты так и знал. Второй видит только одного. Увы. Надо чуть левее, брат. Сейчас второй выстрел сделаем. Тоже же выстрел будет? Ага. Только не на единичку. Красавчик. Так, подходим. Включаем. Подходим. Сами знаете. Убиваем. Плазменные винтовки снайперские. Я столько бабла за них отдал. Столько бабла отдал. И пофиг просто. О, я же могу... Гренку, может, докину. Нет. Могу раннган, конечно, сделать. Но что-то мне не хочется. Я лучше сюда подойду. Пусть он постреляет. Надо же им дать... А, не, не факт. Еще может танчик попасть. Ха! Хит! Уверенно двигаемся к бомбе. Уверенно. Нас просто не остановить. Поехали! Это невозможно. Еще пак. Еще слева пак, кстати. Но вроде он не спулен. И сама, собственно, бомба. Да, шестерых я так не убью. Тем более, рокет далеко. Это действительно бомба. Доберитесь до нее и отключите взрыватель. Я Димка и Михайловым никого не вижу. Но так подойду, увижу. Попробую по уме еще покачать. Заодно вход берем. О, я этот не выключил. Он красавчик просто. Хорошо. Теперь у нас больше времени. Но вам все еще нужно... Да, я такой. Есть там кто-то без укрытия вообще? Нету. Надо, стреляем как можем. Да, ешки-матрешки. Ну что ж вы не убиваете-то никого. Так, давай этого с фланга. Ну, хотя не с фланга. Там попик без крита все равно. Второго выстрела нет. Дмитрий Михайлов пытается... Ну, не пытается, он качается. Можно было подойти, типа, кинуть... Кинуть гренку. Рокет я не докинул. Сюда опасно вставать. Фланганут. Ну, я лучше вот сюда встану, чтобы рокет в следующий ход кинуть. Как-то все равно поддержка есть. Там один с одним хитом. Чисто в теории можно... Вот он, 59, давай. Хорош. Танчик, молодец. Осталось 4 с человеком. Они не видят никого, кроме танка и Дмитрия Михайлова. Попадают на четверку по Димке. Ну, там... Титан. Там... Хитин. И тем более танк привлекает к себе тоже часть внимания. Ну, как-то миссию проходить вот стандартно, то есть, там... Реально сложновато. Когда у тебя там нет оружия, нет эквипа. Особенно в конце, когда времени мало. И сразу два пака. А так-то да. Это... Это раз. Это два. Крит не сработал. Это два. Острый угол для Танчика, чтобы была больше вероятность попадания. По дальнему. Здесь перезарядка, увы. Разберемся. Вы молодец. Спасибо. Теперь у нас будет больше времени. Убьем Рокетом этого. Одного, по крайней мере, убьем. Давай. Ей, кстати, тоже нужно прокачиваться. Ходов с запасом. Тут и Арцтоцка. Добавляет ход раз. Еще один. Еще сзади. Очень хорошо. Да. Еще один отключен. Выполняю. После того, как мы бомбу активируем, теоретически должны падать Thing Man в большом количестве. Ну, если это миссия по такому же принципу, как и на кладбище. А, вдохновение психо-ПКД, я понял. Тоже же качается. Да, конечно же. Я даю тебе силу. Да, это же прокачка тоже пси-способностей. Штурм-1. Этот энергоузел отключен. Повторяю, энергоузел не работает. Так, перезаряжаюсь пока. Я здесь тоже перезаряжаюсь. Сейчас активируем бомбу. И... Все. Ну. Готово. Отлично, Штурм-1. Ликвидируйте оставшихся и возвращайтесь. Поздравляю, мальчики и девочки. К вам идет отряд пришельцев. Готовьте пушки. В прошлый раз их было 6 штук. На одном ходу так появляются. Раз, два. Три. Четыре. Ну, это один Хавк снимает. Там этого убили, справа убили. Ага. Это был пятый, это шестой. Ну что, Хошка снимет всех оставшихся за ход? Давай, Хошка. Это раз. Это два. И последний, кого видит, Трис. Четвертого не видит. Ай! Осечка. Трусская рулетка. Трусская рулетка очень серьезная. Пси, говорят. Пси, Миш. Ну, какой пси мне на КД все? А, не, не на КД. Слушайте, я могу, Миш. Я же его просто не вижу. Сейчас все будет. Ой. Вот вы задрались со своим пси. Поторопился, забыл про овервотч и все. Все, я его не вижу еще. Получили свои пси? Бомба обезвреждения. Все, 18 человек убили. А там прокачивается, на самом деле, быстро. У нас еще много миссий будет до финальных. Ведь он уже мастер-псих. Майора, да, летяже. Надежную позицию совсем не нужную. Мастер-псионик. Ну, я думаю, контроль над разумом нужно брать. Пытаться захватывать пацанов. Снизили панику. Получили немножко бабла. Я забыл вообще, что я там делал. Громобоя пилю одного. На второго громобоя мне не хватило. А, я, типа, поставил лериумный генератор, который, скорее всего, мне не нужен. Вскрыли этого. Быстрый ремонт тоже не нужный. Ой, давайте, ладно, давайте гиперволновую связь. Гиперволновой декодер и вперед. Гиперволновая связь. Вселенное природного электромагнитного поля тела позволяет солдату определять приближение противных. Вот это генная модификация. Это типа мапхака. Добавление состава к пигменту кожи наделяет наших солдат способностью к пространственной мимикрии. Вот это крутая штука. Так, может быть, тогда загоним еще в геночку. В геночку загоним. А, там еще двое. Двое ждут. На три дня лучше подождать. Да, лучше подождать. Гиперволновая связь. Гиперволновой модуль надо строить. И это уже будет близко к финалочке. 350. Может, нафиг отменить этот галерио генератор? Такой я последовательный стратег, да? Месяц будет гиперволновой строиться. Так, давайте я пока не забыл. Сделаю еще несколько бафов на корабли. Ага. Труп литона, кибердиск и сектоид. Ничего этого нет. Призрачная броня. Призрачная броня вроде... А, есть, появилась. Да, это клевая штука, конечно. Призрачная броня топич. Громобой готов. Призрачная броня. Красавчик. Теперь мы будем играть на равных В первом XCOMе, конечно, было большее разнообразие ваших кораблей Огненный шторм Ну, до Мстителя, собственно, финального Мы многого добились Но, должен признаться, больше всего моя команда гордится работой Над громобоем Так, давайте на громобой тогда поставим А, демон один, да? Поставим, купим М-пушку еще одну Или переставим просто Да, переставим, какого черта Надеюсь, за этот день никто не прилетит в этом регионе Не будет там шкодить А, списывай самолет, в общем Гены модификации зако... Ой... На глобусе отмечены места, где сейчас пытаются похитить людей 6 НЖ или 4 ученых Но ученые вряд ли Скорее НЖ мне будут снижать стоимость оставшихся там... Да, наверное, 6 НЖ надо брать А, кто мне доступен-то вообще? Я беру танчик, наверное Призрачная делается Два солдата в генной модификации Димка Михайлов уже псих Кажется, хитина нет здесь У соколика прохладного Давайте я скину моды Штурмсап Штурмсап Не, не должен быть чрезвычайно Отправляемся в Индию Там для нас есть работа Слушайте, эта карта тоже весьма открытая Для снайперов, помните? Центр, рейнджер подходит к точке назначения Весьма Штурм-1 просит разрешения на высадку Вас понял, рейнджер Штурм-1, начинайте атаку противника Я полетел Не подставляйтесь I believe I can fly I believe I can touch the sky Туру-туру-туру-туру-туру На расстоянии 8 клеток поставим для крита повышенного Ну, конечно, поставим Вау Ясно Давай танчик сначала вперед чуть-чуть Поехали Будут двигаться мутоны Сектопод Ну, этот мех, короче говоря Мед! 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 Я бегу к тебе Танчик чуял мед Едет сразу же просто на запах Пулит сразу этого громадного робота И видит мед Ой, сразу овервотч! Полегче, слышишь? Ну и чего у нас там Рокки дострельнет хоть какой-нибудь Вот одного дострельнет И машины все заранее Нормально! Запускаю ракету! Начинаем шуметь На... Ой! Будет больно! Танчик, простим Окей, выстрел раз Все, сразу убиваем Убивает За Женьку Отомстил Этот вас Это за первые миссии вам Многочисленные Танчик, да езжай Просто езжай на полхода Этого гада увидеть Не увидел, да? Очень жаль Я на тебя надеялся, конечно Конечно же Ясно Готовность номер один Давай, только высунься, гад Мутону, мутону, мутону Я слышу Оп! Очки Всех убили! Всех убили! Надо бежать! Нет, он будет отстреливаться Оп! Хошка На стреме Огневая поддержка На, на, Алена! Бах! Шляпа, конечно Топич у него И мы едем дальше Нас ждет 4 пака ориентировочно Пулем всех на этом Вот еще бронированных летунов Пачка Мед надо успеть взять Мед! Ну как мне успеть взять мед, а? Ну в конце концов Ну никак Хотя нет, могу сейчас Со спринтом Это раз А-а-а Мед убили Всё зря Жизнь боль попробуем под контроль взять не любопытно о чем думает литон например вот вот это я понимаю пошла жара уже танчик мочи ты попадешь 40 процентов все жгут просто все жгут поехали ну чего летун смотри какой летун рядом стоит он точно не из наших я считаю опа пак мутонов не хотят идти пока смотри летун предатель предатель не дали порулить не летуном что я считаю надо пулить следующий пак танчик пуль как никто никогда не пулил вот это да три здоровенных зеленых мутонов по которым снайперы не должны работать увидим хорошо я льду на хочу все-таки увидеть дмитрий михайлов то может его на давай тогда вот так вот его тогда снайпы на овервотче будут а ты чуть назад укрытия для танков нет ну просто чтобы никто не видел его а что это выходит сколько паком 1 2 это 3 пока еще есть один где-то сюда рокет за охошка глазастый какой а вы видите да кого ты хочешь напугать вообще зеленый приезжали здоровенные зеленые мутоны так я хочу просто снять стеночку даже даже не не пункт не столько по мутонам пострелять сколько стеночку снят она мне и сейчас на паке мешает и на следующем тоже может мешать просто взрываем и убеждаемся что у снайперов сейчас не один а парочка на вижене да отлично причем лучше кошкам сначала попробовать этого убить не убьет жаль по левому скритом по правому просто так снайперы не ибо нет очень очень балансный персонаж юнит фиксить не надо ой еще пак капец ой овервочищу а вот это плохо ребят зацепила так я бы димку михайлова отсюда субра в общем черту четвертый пак последний а если он кто то есть давай лучше вот так вот ой там тоже увер ой я забыл этот же на овере стоял мне не показали не попади о о о о о божечки кошечки да о вот это пробежался называется лакерок выпаски лучше на самом деле можно просто было димка сейчас потерять так танчик так хрен с ним стреляй по танку стреляй по танку себе какой-то танк 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 очень серьезный танк нет 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 а вот у них пушки конечно и пошел баф ну ладно мы с тобой разберемся скотина ты а у хэвика руки-то нет но я поехал в общем я хочу посветить во первых сектоида этого паскуду который там издалека стреляет не факт конечно что я смогу да и не смогу его я вижу мутона до этого а там командир еще его бафает еще 7 ладно это последний вроде пакет вроде звучит интересным гренку отсюда так ладно дим можно слушать можно я разрешаю прицеливаешься гренкой нет это чушь до 10 процентов это фигово даже медаль него то убить ее моем не надо дальнего убивать это просто фул дпс поэтому бить и все да да ну ладно поехали у него не просто плюшить у него еще сокращение входящего урона достаточно серьезный 2 3 все что ли оступился не не оступился двойной выстрел из пушки по 70 процентов ну попади разок окей командир сейчас будет брать под контроль ракету хэвика нет тут стреляю просто ну с богом смотрим что команду командир должен до панику потанчику да неудачник димка михайлов вроде сопротивляться должен подимки держись а у него пушка из неземных сплавов ой поле ой 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 я предлагаю валить просто валить командором он нам просто с одного выстрела может пацанов давай скритом убей танчик два хита ребята два хита кто-нибудь а вы видите двоих все изи просто чё переживать это раз это два это три это раз бей желтого расстрелять предателя да 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 и два чистка а мы мед собрали женщин каким-то образом а видимо просто миссия он не исчез в общем тормят ранение у танчика на десять дней плазмер получили лири мы немножко ну так и 6 инжей что самое главное мы видим все две генных модификации призрачная броня сейчас доделывается вот они железа позволяет мозгу обнаружить психическую травму возбуждение снимается а при потере ментального контроля солдат может быть обездвижен короче защита от вся так введение состава в костный мозг приводит к ускоренной регенерации раны залечиваются прямо во время боя штурмовик удали так теперь сегодня утром прибыли новые инженеры я второго сказать мы от 2 штурмаша буду а нельзя его тогда наверное артстот с кем во первых второе сердце чтобы саппорт у нас не умирал второе а у нее два овервоча и кстати можно 10 10 после промах вот это вот хорошая штука иммунитет защита контроль данный сторон и давайте лучше защита возьмем электрическое поле и микрирующая особо не нужно это тоже особо не нужно можно биоэлектрическую сделать хотя нет не нужно так быстрее будет просто 9 дней окей доброволец будет подготовлен к хирургическому вмешательству остался только хошку можно конечно дать какой-нибудь не знаю плюс меткость после выстрела но он вроде не мажет никогда это тоже не актуально тоже не актуально защита от атак тоже не актуальна дам высоту все таки и наверно ем а давай прыжок сделаем превосходно так я же могу сделать да я уже делаю гиперволновой модуль 42 мжа призрачные пять дней поехали револьвер вернулся улучшение пространственного зрения и обработки зрительного образа дает преимущество при обстреле с возвышения плюс 5 плюс 5 к точности крита но если надо броню не действует летающий то есть надо заходить и стоять призрачная броня но это уже топич для штурмовиков мы применили технологии маскировки то пришлось использовать чтобы спрятать гиперволновой новой системы делать бойца почти не видим надо заметить что действует только до тех пор пока в укрытии находится так вскрываем фигню смотрим самосколько нам обойдутся эти две два армора господи 454 45 илериума 454 наш первый корабль превосходит все дорогущие космические разработки старых времен спасибо пришельцам 454 ладно сделаем пока одну броньку элериума все равно не хватит у у нее кажется еще бонус по перемещению то есть или по точностям кто у нас топовый штурмаш дима михайлов наверное все таки нет лучше бес кидать ну потому что он псих ему хотя может быть и скрываться то лучше не давайте дмитрий михайлов оснащение м призрачная броня 6 очков здоровья всего мы боятся активированные призрачной брони становится невидимым для врагов средняя четыре раза можно активировать активация не считается действием и не заканчивает ход увеличивает защиту еще броня примерно как частично укрытием двадцатку типа скорость передвижения повышает лебедка на крыше можно герметичная огнеупорно плюс 20 защита нифига себе 20 защиты круто да надо штурмашем такой не просто не убиваем и будут на вторую накопим как тарелка появится какая-нибудь вскрываем нехтоидом многослойная сервомоторы это под мэков новых многослойная броня да это все мимо термоядерная пушка тяжелый плазмер ну можно тяжелый плазмер но вряд ли хотя если мутоны гвардеец пойдут то я смогу а а потом бойцы будут задаваться вопросом а чего это у нас плазмер отобрали дали обычные лазерные винтовки осталось только сделать три плазмера захватить их нужно сейчас будет мне не будет элериума столько семь двести семь тысяч двести баксов хочу и на ложку насколько он стоит мне 5 штук есть 28 или рима окей даешь тарелку в течение трех недель гены модификации костей до прыжок тела позволяет солдатам совершать прыжки невозможные для обычного человека минус кости сразу с модифицированной адаптации зрения быстрее исправляют свои промахи при стрельбе плюс здесь в точности после промахом тяжелый плазмер готов на хрен из 2 я такое сделаю вообще надо было останавливать исследование просто тогда мы не или рим был сообщение советом давайте проверим нам даже все хорошо по спутникам до паник в китае возросла но это на 2 единички потому что мы выбрали получено сообщение мы приятно удивлены успехами проекта экс ком признаюсь последний результат и одиннадцать дней нужно для того чтобы думаю вы понимаете совет такими комплиментами не ложка появилась 9 е баржа которая еще лежит ой ребятушки ребятушки у меня будет скоро несколько тысяч бачинских так во первых у нас вернулись пацаны я беру тяжа я уберу вот этого лемминга поставлю шкоду бэску распределяю снарягу закидываем броньки с пушки хитин и артстоска естественно берет себе медикит так здесь бронька то есть да бронька издать проверим на всякий случай так снайпер архангел снайпер архангел титан надо сейчас захватываем нужны дугомет вообще большом количестве артстоска ок а вот тут пошли дугометы 1 дугометы ты спринтер ты спринтер до вас револьвер остается дома что в результате 1 а почему дмитрий михайлов без дугометом ты что же спринтер давайте-давайте захватываем захватываем унижаем их тем более он призрачной броне еще 1 2 3 4 хитин хитин снайпером не нужен медики это страховочно сделаем снайперюгом и не надо ой денег как раз нет закинь рандомных псилабу а кто у нас кстати остался занк ну вот к виду капур и все что ниже по леммингам силаба капур тяж неплохой дальше тут кинки есть с точностью неплохой и асад снайпер это так но они все равно не нужны в это правильное действие в общем то так дугомет 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 хитин хитин снайпер есть все есть поехал второе разведка защита защита доп урон второе прыжок точность точность поехали так успеем заказ сделать главное сейчас у каждого мутона который будет проходить забирать пушку просто просто берешь и забираешь пушки у людей парализуешь там я не знаю подходишь под инвизом там как-то что-то где-то нужно получается насколько не так много нужно у меня что карцутска с винтовкой штурмовики с этими 2 х века с этими с этими нужно захватить минимум две штуки лучше 3 поехали отбираем бразильские власти вас это помощи значит цель бразилия мы знаем где приземлились пришел тарелка не поврежденная замечательно я рейнджер о позиции ждем дальнейших приказаний вас понял рейнджер лим штурм 1 разрешаю высадку подходите к объекту осторожно взлет сразу и сразу назад что далековато то есть я близко наоборот к ним и телем инвиз есть призрак да надо вспомнить там были какие-то особенности по по юзанию 4 заряда не считается действием ну поехали тогда чего пора исчезнуть сразу типа посмотрим кто здесь за углом стоит у меня же еще кожа мимикрирующая то есть в принципе невидимый до тех пор пока его не спалят только надо к full cover побежать вот вообще сейчас пошла чудовищная имба этот сам по себе может бегать от full укрытия к full укрытию его не будет видно вас понял и надо уже мочить выстроим гиперволновый декодер в общем так риса лиды этот сектоит михтоит или как его там звать там тут продолжаем бежать в инвизи от full cover full cover видим двоих вот он гвардеец блин вот у них тоже бы пушку забрать по крайней мере одну это для хэрика пушка блин какая какая но не очень плотный конечно хотя снайперы видят один видит снайпер ай вот он и гвардеец это топич конечно 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 ты не закинешь ничего туда а давайте двигаться к центру просто к меду и к главному тогда у нас с вами будет возможность и я готов отлично зашел просто топич будем агрить а смысл пойдут они все снайперов убивать сагришь на снайперов молодец тут можно хотя нет я вряд ли здесь поле кого то я же пробегал мне ой косяк три крысы бегут но во первых я могу пострелять неплохо так пострелять не не менее не по крысам на стрелять почему почему никто крыс не видит вот а мы убьем их вообще какой-то бак вообще посмотрите я стою вроде как с угла на вижу только одну крысу как-то не вне по-человечески вообще ладно давай хотя бы одного убьем сюда пробежать как ноу блин капец сейчас жесть будет нет мой хоть не обижались а то и грязь пошла ой грязь так дым срочно под человека которую будут месить дай что по крисолидам потом не попадать были что делаешь то вася я не увижу никаким образом дэн твою жмейца там просто с фанга будет надо дым кинуть вот так чтобы крисолидов не задеть да чтоб мутоны по мутонам потом не попасть да 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 так и есть специально чтоб снайпер на овервотч по мутонам не попали а то так-то слишком просто играть капец сейчас может быть гуф еще пак крисолиды бегут быстро бегают эти подходят овервотч двойной это минус раз да ё-моё русская рулетка один хит ну там хош конечно выстрелит разок но блин это жесть там еще же один крисолид бежит а потом три мутона с фланга надо в инвиз ходить наверное блин главное чтоб мутоны ой не 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 успеешь нет ну хитин извините твою ль налево стоять бояться гренка это хорошо ой блин ой 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 нет не успел это да яс я жив я жив я жив ай в лазь так захватывать главное захватывать забей на все главное захватывать ой 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 так бомбом так у этого да здесь есть один захват хорошо здесь есть второй захват великолепно сюда бы шедер рокет зарядить да нет ты можешь захватить давай-ка а у меня только один хейвинг же так ну что занг ты должен быть вообще ювелиром ювелир ювелир очень четенько аккуратненько давай 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 оп молодец так что сделать во первых надо штурмовиком ну можно идти в инвиз но индис для слабаков чё тут раз два три четыре пять шесть семь восемь сколько врагов я всех не убью в офисе ей так у них по 14 хитов да начнем с простого начнем с кошкам кошка стреляет немножко постреляет он по крис алиду раз синда зон потом постреляет может быть ориентировочно все-таки одного из них убить внешних пушек так много ненужным крис алиду просто если буду убивать там убирает на что а до сколько до скольки они долетают добегают 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 значит дам давайте по ближнему крис алиду скритом раз чтобы индезон точно сработал давай два убей его 1 2 можно даже убить да как 93 процента какой next time что ты несешь так у меня же второй штурмаж ездит то разуплотню простых чертям собачьим ладно соколик два раза попадет пришат стоц каково мы видим 29 никого щита не видим так а чё по захвату то вообще четыре процента не густо надо ранить их надо ранить ну чё надо рань у 49 точность вот да а туман ой 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 слушайте у нас проблемы надо убивать это раз парализуем 2 2 2 82 нет парализатор может не пройти нет нет так действует один только до из дыма я выйти не могу крис алидов бегут слева могу спулить могу вытеть конечно застрелить не толком 42 все атака чушь хитим есть есть ложный прибегать так 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 думай 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 под флангом выживут гады и все на токум снайперов твоих увидят и буду сейчас стрелять там крит будет три солей да это меньше из зол вообще которая есть 44 капец ладно один халявный стрел 45 давай попали хорош ой как я тобой горжусь а так может захватим ничего не захватить 1 процент попасть но мне нужно один утон живьем понимаете нужен но он слишком опасен не хочу но какая вероятность общем 11 процент крис алида еще подойдут ой господи да можно подойти бла 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 можно да уже риск если по крис алида моста вот остановлюсь ладно короче ты подходишь сюда захватываем ну что по точности сто процентов сто процентный крит не пойдет а у него пушка сломана ха значит гренка в меня кинет чар жать-то а можно также на без крита два раза пистолетом лазерным стрельнуть шестерочку снимем хреново все равно маловато будет а если снять пятерочку psy не тоже никак пушка-то ему сломал но гранат он кинуть может ну хотя крис алида попасть не будут давай раз по дэмиджем тогда его реально двойным выстрелом и виде как улетел лечись мне кажется он сейчас стоит и кинет гренку вдвоих и рычи да крис алид хитин у меня есть держись грязь какая отступает и понятно блин а ты бегай по всему кораблю теперь за ним капец ну кошка ну ёшки матрешки ну сколько можно то не не ален уже не захватить его да ладно ты тоже единичку наносить ребята снайперы не могут одного крис алида убить стыд и срам как же мне этого мутона то взять а под инвизом наверно добежать эти мисси посваливать дали а можем сапом сначала хильнуть мед да мед то чего я да да меда и добегаем ладно бэса шкода бежит за медом отлично здесь я скорее всего пойду в призрак захватывать его надо это хрень работает и куда-нибудь вот туда вот к нему координаты принял чё с ним пригнулся жалко его даже немножко так сама просто подвожу вот так скорее чтобы не видел вот он его бэска я бы слева отошел если бы не боялся пак спулить поэтому просто шаг ну чё мутон чё делать будем ох ты козлина стоять грамоты кстати был был у меня ход в час вот поставить тогда все оценили гениальность просто этого мува так мы доходим доходим отлично никто не поддержит то есть бэска должна снимать у него с пистолем четыре хита снимает нельзя оставлять без укрытия так давай сначала мы подойдем к нему штурмашом проверим нет ли никого справа отлично нету подходим так стреляем из пистоли на халявку раз уже стрелять нельзя но контролечка есть и пытаемся его захватить 95 ха ха пушку отдал нормально то то эта пушка стоит там 794 бакса 108 там элериума в общем нло нужно полностью большую разобрать что такую пушку получить какой пси что бы бабе ты несешь я лечу перезаряжаю снайперами в крики гал готовность номер один но вот тут можно позахватывать командиров дугометом ради пистолетов плазменных это тоже не дешевая игрушка я слышу там люди вообще топают еще да и мне же нужно еще плазмер я должен был найти мутонов обычных зеленых а теперь в бой двигаюсь к точке чёрт возьми ниже плазмеры нужны хотя бы один кейс говорит будут обычный будут ой спасибо успокоил щебечут командира о чем-то о своем договариваются тихо слышали что нибудь открываем об трое это значит три пистолета можно взять крутятся гады может и не стоит ладно давай это вас сразу убиваем нафиг нужным а то сейчас там фарш может начаться с захватом одного то можно захватить прямо сейчас на димку михайлова могут взять нафига тебе пистолет скажи мне подходи лучше сюда убивай всех здрасте товарищи сектоиды командиры рассчитайся на первый-второй первый второй второе скажу ладно этого захватит ну чё ты сейчас должны сюда побежать пацаны командиров захватили дом разорили что делать пас понял я сама внимание поехали мне нужен ой слушайте там фильм и на суде по звукам вообще опачки вот это неожиданное это слышал опа ребят ну где овервотчу откуда фильм эрин такой хрени класс двое здесь хорошо снайпер видит давай конечно двойной выстрел на дистанции круче конечно надо еще его найти короче еще одного товарища он здесь третий где-то то ли спрыгнул то ли так и не понял куда он свалил прям по курсу идут да натяжем смотреть выдвигаюсь увидели 57 можно вспышка его мне беспокоит что там снайперы у него на вирже не стоят верно ранга надо пробовать включать и спасать да нормально поехали дима михайлов должен справиться единство я бы нифига себе до куда он добегает учусь как это а просто очень на своих двоих добро да не действует я поэтому бэска подходит я быть сканер кинул на самом деле туда вдаль потому что мне кажется что там как раз движняк пошел с той части тарелки мне бы увидеть либо зеленых мутонов отличный бросок бесса отличный бросок теперь мы видим все просто бывает я пошел услышим там сектопод этот в смысле робот ходящий вроде мутоны рычат вроде рычат это конечно хорошо так на меня попытка кинуть второй раз опа мутоны гвардейцы опять зеленых не завезли нельзя пока рушить тарелку дмитрий михайлову бы еще подлечить на этот ход снайперов бы в разные места или хотя бы на спуститься на пару ярусов вот так вот чтобы они могли вот отсюда стрелять приземлился совсем давай чуть выше вот на единичку вот вот сюда вода молодец все равно никого не видит тут пожалуйста хилл сейчас будет больно майн-контрольному тоном да толку ой я же спалился я лучше свалил с богом они жесткие конечно но мы не пушки слышали пошли заметил а только сейчас спулили на хорошо скверно интересно интересно что справа никакой разведки нет мне бы хотя бы пройти вон туда и подсветить я призрак и подсветить для снайпера для правого есть подсветка есть другое дело хорош 19 хитов второго снайпера скорее всего на самом деле надо было его на длину ставить просто и все сюда куда-нибудь давай раз и спускаясь от вас рокет дойдет дойдет компьютер конечно по врубаем но лучше пора устроить фейерверк уменьшать количество хп тем более 1 мы сразу убьем встрепенулся мутон с этого надо было начинать тогда бы кошек мог убить двоих пам 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 ну что беска пойдет тогда наверное в аркаду правда все полу укрытием мы сюда же можем да и и не видят она побежала и нужно просто сбежать до full cover и все и добро никто не видит вот он и никого не видит их полю инвизным штурмашом с одной стороны и и с другой такой что происходит что за дела подходит здрасте и чего захватывать час его будем куда пойдем и этого хошкам будем стрелять скорее всего кошка стреляет раз под захват добро здесь скорее всего по ближнему просто выстрел раз и двойной выстрел 2 может двоих захватим так погоди может еще двоих захватим это же изи делается на позицию вот он и гвардейцы это не страшно 18 иго спуститься не как-никак их жалко ладно пойдем кого можем захватывать разберемся это раз 95 этого можем убить можем попробовать захватить но для захвата нужно у него еще хп снять хп снять сложно потому что а я ж могу его вспышкой пора менять магазин чё-то ты себя жизнь усложнил прям вот так серьезно усложнил жизнь ладно просто убей его раз а а стоп ходов нет как ходов нет как нет ходов как это ходов нет не может такого быть там зеленое же было уже делал халявный а почему это да я уже делал халявный да вы правы это просто косяк ну готовьте реанимацию к нам у нас сейчас будет скорее всего крит рот соска побежала так тебе страшно ты убегаешь домой он даже не флангует ну бас ну когда сказали они дрогнули вперед как бы можно было догадаться что все нормально уже выдвигаюсь где-то там маленький не достать а не достать стоит тут задом так давай инвиз тогда бинкс поддержал ваш канал на сумму 200 рублей миша да в чате говорят что если убить пришельца под моим контролем его оружие не взорвется и ты получишь халявный плазмер смена магазина вот это поворот вот но это не плазмер мне все равно короче забейте мне должны нужны другие пушки уже выхожу парализатор может да давай парализатор три урона правда болеем давай лучше так да там сектопод есть но у него что же они это пока не видел а вот это сектопод я понял нихрена шиньки они пошли в обход настоять я с тобой противника тихо 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 оверо очень хорошо вот это махина я понимаю вот это блин махина и снайпер как назло у меня в другом месте что-то мне перехотело сейчас захватывать мутону если честно что то что то мне не нравится да ладно справишься какие проблемы вообще берешь и работаешь а ты не видишь сектопода ну как же тут увидишь сектопода да ну где он тут вообще найди сектопода на на скриншоте конечно вижена нет вот дрона маленького вижу он он летает а где сектопод кто такой сектопод не знаю никаких сектоподов ну нет его ну реально ну посмотрите ну где он ну нереально его увидеть снайпером просто нереально как вообще как ты его не видишь ладно я убью тебя сектопод если не убью ты убьешь меня договорились захватываем утону ручки слушайте я смогу халявный выстрел сначала потом потом захватить давай не будешь лучше ой нельзя уже использовать как-то неловко вышло скотина мне нужен этот мутон да нет так кто круче один штурмовик или один сектопод что-то мне не хочется сейчас знаете вообще что-то не хочется я могу свалить но если я свалю во первых я могу подставить снайпера который рядышком то есть не дай бог он он увидит надо ему давать целей а с малаеносным у меня никого нет я думаю на рывке на час пробегать просто каким-то плотным этим хэвиком вот сюда вот шанс попадания невысокий плюс у него дофига хп давай стреляй гад и это был не крит эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ У него там 30 хитов 30 хитов Здесь полуукрытие И там меня будут бить Если я выйду Короче, надо подставлять ему вторую цель Дымить, возможно, с саппортом Просто двойной выстрел, к сожалению Твою ж Я попал Ладно, держимся, пацаны Мимо Или это, типа, заряд на ходу Да, это заряд Следующий ход, там будет жопа То есть, этого он видит Сиктопода по-прежнему не видит Изим Одеваем Раз Ё-моё, что за урон Два, три Нужны боеприпасы Да изи, сейчас наш штурмаж второй Четыре Боезапас почти на нуле Два, три Коснуться Коснуться я уже в пути попади и убей не погодим снайпер с пистолетом может теоретически облететь и попасть на на такая вспышку о вспышка 50-50 на блин папа хиту просто по хиту есть будет ли вижену снайпа вот отсюда может быть вижу на снайпом чисто в теории еще хит господи это охота на мамонта какая-то давай и всем по 5 хитов еще снял ой блин какая грязь капец у него реально там армор который вот просто поглощает какой-то безумный просто что лучшая пушка по дэмэджу из плава пришельцев наносит несчастные там 45 хитов среди магазина это это как-то да перезаряжаться лечиться порядок много хилять нужно там прямо по курсу шуме что за шум да это же еще не все блин надеюсь там обычному трону будут там что то есть вроде ничего а там а еще один что ли это не показалось и мини не может такого быть я пошел я не там нету там никого нет так ладно допустим снайпер нормально стоит заткнись слушай это кажется бомбом так мне нужен скан мне нужен последний хил мне нужно обязательно поставить снайперов так чтобы они участвовали два счета да очень аккуратно там двери вообще-то пока я не зайду за мы здесь не хотя он выходить наверно может тоже поехали так лучше наверно бэск убрать ну что у нее мимикрирующая кожа и она как бы надо всем подчеркивание темплар поддержал ваш канал на сумму 100 рублей смешно ты лучше прикинь пока как ты одновременно двух секта плодов на базе пришельцов убивать будешь да изи там снайперы взлетают и сверху стреляют ну не изи но ох там вот здесь вот реально неудобно снайпами там либо вниз заходить либо вообще сверху облетать как там да я понял тихо вы что-нибудь слышали да 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 я обо всем позабочусь направляюсь на точку я готов я уже там блин реально снайпы вообще ни о чем позиция у них такая что забыли тихо облетать их на слышали что нибудь да не кайте просто и все а как кайте он отсюда него здесь не выйдет просто никак смотрим где он а может и нет никого там фулкауэр поехали снайперы тут вообще ничего не как тихо сканер запущен кто это это не сектопод кто это такие ха командир с этим неудачники короче это он топал шизы иду амада а и а так значит хорошо заходим вторым снайпером ух ты точно он же прыгает он же прыгает еще как контролем этом застряли где-то тут у тут и тут тут и тут тут так и тут и тут и тут ума ка просто хочу чтобы снайперы встали на позицию хотя бы если по не пойдут куда-то там дальше то чтобы как бы можно было да вставай сюда как скажете зачем я хэвик вообще виду он наладом дышит минус 30 хп это это уже по полиционно получал получается один хит у него сняли поехали чё врываемся причем врываемся хэха я даже не знаю кем врываться с одной стороны хочется сделать так чтобы работаем опа добрый вечер нет а че-то новорочный встал как обычно сучок так смотрим если сиктоид здесь отличный vision спешу спешу надо можно два раза можно надо да какой 1 ты 한arı что делается ну какой два то больше надо ой-ой-ой выгい ой-ой ё-ёй-ёй ай-яй-яй-яйка какая пошла грязь просто пошла дихайша с грязь я же выдвигаюсь это капец просто просто капец какой 38 что ты делаешь то так давай его реально попробуем выбить оттуда флешкой давай-давай вспышкой побежал 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 снайперы хрен там просто класс просто класс сюда дым дым до скольки достанет чтоб 4 прикрыть одного снайпера наверняка у есть ночью делать да ну часто красавчик конечно рады это будет жесть но сейчас захват поехали стрельба может ауе я не знаю как у него ауе ой надо накрыть так чтобы а снайпера тот не видит нормально так на кроме хорошо второе сердце сделать он не будет штрафа по морали и 5 ходов ничего не делай ничего не промажешь нет дым не дым плевать вообще давай медкомплектов нет ну как ну как ты не видишь то ну это скотина тоже не видит хрена это блин капец просто координаты получены ладно давай убеги куда-нибудь надеюсь что просто снайпер куда-нибудь ну чего ты никуда не так не хочу сюда снайпера ставить но мне нужно просто снайпера ставить чтобы на следующий ход хотя бы стрелял как-то жить еще ход а то и два твою же мать а ну как так вообще медкомплектов нет я пошла молодец нет нет занк держись второе сердце второе сердце только шелка так смотрим быстро раз нас скотина сектоидная на паскуда надеюсь это последний потому что если нет я теряю двух мне нет над комплект на реабилитацию отличная работа все сделали как на поэтому на три ранения четыре дня а 12 13 2 тяжелых плазмера. 222 иллериума. Так, давайте я, наверное, вторую призрачную сделаю. Еще один корабль можно сделать. Для начала призрачную броню штурмовику. Денег нужно много. Плазмеры, Миша, да-да-да, плазмеры же нужно сделать. На 7к. Зачем мне деньги вообще? Зачем мне продают? Отмени, дурында. Так, сколько мне нужно плазмеров? Денег-то все равно на плазмер нет. Ой, ты такой молодец, вообще. Крисолиды, кстати, еще есть. Так, что я делаю? Я делаю плазмеры. Сколько? Один. Текущие запросы. Сколько нужно? О-о-о-о! Ну ладно. У тебя у саппорта есть? А, да, подождите. Реально там же есть люди, которые... А, вроде они считаются, мне казалось. Не, они считаются правильным. Ладно, один тогда. Один плазмер сделаем. И будет счастьем. Ой, нет. Компьютер не продаем. Хватит еще на один. Фора поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Да, спасибо большое. Миша, будь хардкорнее. Хардкорнее. Давай уже быстрее на последнюю миссию. Гуф так гуф. Зато это будет эпика по канону. Уверен, что даже чатик проголосует за скорейший финал КСЧМ-1. Но главное, даже если будешь медлить, всегда помни, что дружба – это магия. Я понял, хорошо, да. Да-да-да. Даем сейчас... Короче, 34 бакса. Берем плазмеры. 7200, здравствуйте. Кризис преодолен. 7200. 7200. Теперь мы берем призрачную броню вторую для штурмаша. Беру, наверное, все-таки хитин. Еще две штучки. Одну штучку. Что бы еще взять? Ну, громобой, пожалуйста, взвесьте. Ну, ладно, штучку. Спутниковое наведение. Да... Могу кому-нибудь долг дать. Рада, что вы не забываете научный отдел, шеф. Я уже отправила новичков... О, допрос мутоногвардеец. Точно. Он же тоже там устанет всю плазму и армор, кажется. Ну, это пофиг. Вообще, главное сейчас пережить эти две недели без пацанов. Допросили, а что там улучшится? Оружейные технологии. Причем все, кажется. А, нужно вот эту пушку еще для хэвиков купить. Как там называется-то? А, зачем купить? Я же там получил. Бластерная установка, конечно. Элериум ядерная. Тяжелый плазмер надо дать двум хэвикам. Вот это да. Вот такой вот. Вот там только двум. И можно купить, кстати, плазмер, чтобы вернуть Арцтоцки. Я же продал все плазмеры. Ох, ох, тяжело-то как, ах. Не нужен мне пистолет. Он скорее снайперу пригодится. Хорошо. Вскрыли мутоном. Плазменное оружие ускорили. Сектопот. Один, пять. Надо лабу уничтожать. Сектопотов вскроем. Стоп, а что у меня по генной-то? Почему у меня... А, ну у меня аж битые в пси точно не стоит. Вскрыли сектопотов. Беска вернулась в строй. А сектопот что? Ускоренное строительство. Ускорит производство техники и сооружений. Это для кораблей и пушки. Хотя Иллириум все равно пропадает. Вообще лучше еще взять, пока пропадает Иллириум. Реально парочку плазмопистолетов запилить. Штурм, штурм. Снайпер. Да, вот так как-то. Вообще в топ бойцы выведены по оснащению уже практически. Очень серьезно. Очень серьезно. Термоядерную пушку делаю. Но хотя это не... Проекты в Литейке сделать. А, проекты в Литейке. Точно там же по пистолетам могут зайти. Гранаты пришельцев. Улучшены пистолеты. Раз, они дешевенькие. Пистолеты два. Сплавы фрагменты. Пистолеты три. Гранаты пришельцев. Да. Нет. Нет. Ближний бой. Все готово к работе. Литейные машины раскалены. Когда мы закончим, я вам сообщу. Ну все, лириум закончился. Плазмеры, конечно, исследовать можно. Но это уже лириком получается. Поехали дальше. Улучшенные пистолеты. Один, два, три. Два. О, миссия совета. Миссия совета. Опять им от вас что-то нужно. Тяж. Майор сразу. Сопровождение. Новости из Китая. Майора, тяжа. Хорошо. Прям хорошо. Прям вот нормально. Поехали. Прекрасно. Жду от вас. Револьвер тут подошел. Но двое. Короче, я возьму двух танков просто. И пофиг. Никаких дугометов. Хитин, Титан и... Блин. Ладно, давай. Чуть больше армора. Соколик прохладный. Ок. Саппорт, штурм и два снайпа. Да ладно, поехали. Че там? Жадимся. Летим в Китай. Там сейчас неспокойно. А че там за хелп? Хелп, хелп. 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 Какой хелп? Что за? А, это Окспорт. И пошло сразу так. Чувство стадное. Надо навестить нефига Уильяма Торна. Я помню. Я тут из дробаша Випа убил через полукану. Взять его живым и доставить на Рейнджер. У Совета есть к нему много вопросов. У нас новая задача. Где-то вот так вот раз. Здесь сингмены будут на крышу падать. Насколько я помню. О, сразу с пыли. Нехорошо, нехорошо. Поехали. Поехали. Ну вот, это абсурд. Вы что думаете? Я предал свою страну? Я не предатель, черт возьми. Черт возьми. Готовите пушки. К вам приближается отряд противника. Опачки. Да нет, это как раз Хавка снимает. У них Overwatch'а укрытия нет. Это ваншоты очень часто. Поэтому будем просто работать по... Пусть даже с критом, чтобы точным. Раз. Два. Вы не имеете права. Я слуга народа. Какие у вас полномочия? Какие ваши доказательства? С надрывом так говорит еще. Это мы Overwatch'а от двоих-троих. У меня все равно разведка нужна. Я для этого Танчиков взял, чтобы ехать. Как бы не заморачиваться. Что там кто-то может получить от кого-то. Всяко лучше, чем Лемминги по разведке. Набиваем еще одного. Едем, 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 едем дальше. Прям едем, едем, едем. Увидели еще одного. Там как снайпер. Нет? А где он? А, я понял тебя. Ой, не, не хочу. Не хочу, не хочу. Не хочу подставлять пацанов. Голову вниз. Даже так? Снайпер здесь не поможет. Я не буду ни с кем говорить. Я требую адвоката. Немедленно. Конечно, конечно. Пошел ран-н-ган. Стремный весьма. Потому что я его тут не обхожу. Вероятность хорошая, но... Риск все равно присутствовал. На крыше бы еще забраться. Сапом, чтобы... Чтобы снайперам подсвечивать. А то они уж не видят, что там на углу творится. Добегим. Не боись. Прикроем. Внимание, штурм-1. Рядом с вашей позицией обнаружено движение. Осторожно, это может быть противник. Молниеносных, к сожалению, нет. Поэтому Хошк должен... Да, он стрельнет. Даже сейчас стрельнет. Не, не стрельнул. А, Соколик. Соколик ведет ответный огонь. Хорошо. Значит, я, наверное, пробегу тогда сапом вот сюда, вот с пулю пак вверх. Скорее всего. Они сейчас кто-то прыгнет, кто-то за, кто-то вперед. В общем, кто-то останется наверху наверняка. Двое в дом, один наверху. Не самый удачный, конечно, расклад. А здесь два раза просто постреляем по нему и все. Тут линий не будет. Я лучше этого снайпера переведу сюда. Танчики подъезжают, могут пострелять даже, наверное. А может, они могут. Посмотрим. Ой, с фланга. Отлично. Главное попасть еще. Семьдесят. Отлично. Подходим. Замечено движение. К вам движется отряд противника. Еще скриптовый. Ну, здесь двое. Один на крыше, другой стреляет по танку. Но Хошк на линии, и у него перк есть, который позволяет такие моменты штрафовать. Не факт, что убьет, может, и без крита, но вообще красавчик. Крышем. И второй овервотч у Хошка с тем же самым перком. Ай. Ну, подпортил немножко. Впечатление. А, еще полетели, да? И овервотч. Тут укрытие и разница по уровням, и танк сам по себе не очень точный. Да. Не видим его. Хреново. Сейчас-то-да. Хотя 60% может не попадем. Кто его знает? Попали. И жим дальше. Штурмовика подставлю. Задача ясна. Шрабинович поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Миша, не спеши. Пацаны не поймут, если ты зарашишь эту часть. Уверен, они хотят максимально насладиться ксчом один. Слушаюсь. После. Даешь еще два части уфошечки. Опа. С пулилипак. Я понял, да. Ну, сегодня, я думаю, мы закончим все-таки. Это хреново. Одного мы, скорее всего, увидим. Сапом. И снайперами, как следствие, постреляем. А вот... Двое нижних, они совсем не в тему появились. Мне в любом случае нужно их добивать. Потому что даже если я ВИПа доставлю... Попал. Даже когда я ВИПа доставлю, а не если, мне все равно придется добивать оставшихся. О, штурмовик же еще здесь. Посмотрим, что будет делать. Штурм один. На вас идет группа чужих. Готовность номер один. И он не может стрелять. Скрипты. Это снайпер. Ответный огонь. Артстокска еще ведет. Сейчас может еще сверху снайп. Да... Да нет. Набивает так просто на своем ходе. Скорее всего, тот дальний на овервочи сидит. И... Можно снять овер тем же самым танчиком. Опа, еще пак. Давай в ВИПом добежим, а? Не хочу я тут рисковать. Куда вы меня тащите? Ответьте немедленно! Я требую! Объект цел. Все на борту. Почти готово. Уничтожьте оставшихся и возвращайтесь на базу. У нас новая задача. Так. Так, так, так. Во-первых, это раз... Ой, а чего-то я думал, что... Ну ладно, давай так стрельнем. Ну попробуй, 43. Хорош! Тоже постреляем по одному. Даже по двум могли бы пострелять. Штат 9, 92. Полуукрытие и угол. Мимо. Здесь залечу, наверное... Снайперами. Хотя... Хотя вряд ли они... Ну а что ж ты не можешь? Вон, вон, вон туда вот. Вон туда вот. Сюда вот. Ну... Ай! Ай! Так, здесь никого не видим. Здесь видим... Стреляем. 50% в конце концов. Стенку немножко подрихтовали. Вроде больше ничего не осталось. Здесь раз, здесь двое должно быть. Отступает. Там везде фулл кавер. Никто не обойдет. Ничего не сделает. Попасть может. Но это не фатально. Должно быть 4 хита. Окей. Да, этот гад выбегает на овервотч, на танчике. Не сомневался, что так оно и закончится, в общем-то. Сейчас сделаем гиперволновой. Найдем этот корабль. Попробуем за эфириалами. И потом на базу сразу. А вот это уже опасно. Потому что сейчас еще будет левый стрелять. А у меня там кавера нет. Козлина. А, нет, нормально. Он просто глупый. Он не знает. Не знал, что другие делали. Так, снайперы не работают. Штурм сначала заходит с... Пум-пум-пум-пум-пум. Скорее всего, вот сюда вот. С фланга это раз. Один ход. Потом раннган. Никакого раннгана ты не можешь делать после этого. Ну, бас. 81. 81. Окей. Овер. Овер. Танчиками надо сейчас заезжать с фланга просто и все. Заезжать и мочить обоих. Раз. 87. А второй не успеет заехать прям с фланга, но постреляют по полуукрытию. Что тоже неплохо. 61. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, остался последний, бедолага. Там ему реально сложно что-то сделать. Танк может убить. Не убьет. Не потому стреляет. И тоже русская рулетка срабатывает. Добиваем. Сейчас майора получим. Посмотрим, насколько хороший будет тяж. Майора же это предпоследнее вообще звание. Потом полковник. Если тяж будет прям... Посмотрим. 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 Это важно. Мы видим все. О, китаец. Сила воли 107. Меткость 57. Господи, я такого давно не видел. То есть представьте, насколько нужно быть... Каким нужно быть идиотом, чтобы ты стартуешь с меткостью минимум 55. Ниже не бывает. И ты получаешь 6 званий, в результате которых меткость у тебя увеличивается на 2. На 2. Ладно, РПГ. Полный силуэт. Низкий силуэт. Молниеносные рефлексы. Ох, крепкое здоровье лучше вместо гренок. АОЕ или огневая? Конечно, АОЕ. И без критов. Короче, тупо танк. Мы ему возьмем там титановую броню, хитин. Он будет за любым укрытием плотным. Огромное количество ХП должно быть. Посмотрим. Оп. Какая призрачная. Титановая. Оп. Хитин. Оп. Пушку. Оп. И давай еще. Оп. 27 ХП. Да, на все его надо проверить, конечно же. Давайте все лаборатории сдадим. Не сдадим. Не, лучше уберем. Я левых вообще не хочу. Сдам реально его. 107. Моралечка. Это же круто. Пистолеты исследовались. Гиперволновой модуль, кстати. Готов. Важное открытие. Теперь мы будем получать больше информации о кораблях. И самое главное, что мы обнаружим этот самый корабль с небесными. Гиперволновой модуль готов. Пистолеты готовы. Гранаты готовы. Все тестирование готово. Ни у кого нет дара. Так, этот, да. Может быть, тогда попробуем генетику еще. Остается самый главный вопрос. Что он нам скажет? Для начала можно поискать неопознанные летающие объекты. А я уже вроде делаю Дмитрия Михайлову. А, нет, не могу этому делать. Короче, Бесса и так уже все взяла, кроме... Ну, это не нужно. Бесса не будет вообще-то. Арцотска товарищ. Может, тоже мимикрирующую взять. Сейчас миссия может быть. Не ранение. Не буду. Громобой доделывается. Михаил... Дмитрий Михайлов вернулся. И гиперволновой декодер что-то... Что вы сделали? Что? Ничего не трогать! Похоже, это то, что нам нужно. Все ее слушаются, а? Ничего не трогать. Перегруз, взрыв, ничего не трогать. Женщина и электропроводка. Это, конечно, опасное сочетание. Он рвен сам себя. Выключите его скорее. Он всю базу уничтожен. Нет! Хайд! Спокойно. Я разберусь. Где тут синий изолент? Что он делает? Он... Он работает. Понятно. Сэр, пришли данные гиперволнового модуля. О, смотрите, засекли кого-то. Да, это оно. Да, риск себя оправдал. Но вы рисковали жизнью многих людей только ради любопытства доктора. Я уверена, игра стоит свеч. Если не будем рисковать, ничего нового не узнаем. Что, сбиваем? Нам надо эфириала затаскивать. Но у нас не все в бою. Да забей! Громобой полетел в атаку! Давай! Вот и сейчас мою учительницу по электронике обидел. Она вообще не имеет отношения к электросетям, электроцетям. Она в другой стези вообще. Просто стоит и умничает постоянно. Нифига себе, как громобой летает. Посмотрите, что он творит. Атакую! Ох, у меня нет уклонения, акселераторов и прочего. Давай! Ну! Ну! Так, эфириал. 15 человек. Мутон, гвардеец, сектопод. Стоп, стоп, стоп. Сектопод это вот эта хрень, которая ходит, да? С двумя ногами, да? Гвардеец-то я помню. Причем, причем, если человек 15, а там эфириал 1, дронов 2, скорее всего, то получается, что там либо мне кажется, там 2 сектопода и 2 пакамутона гвардейцев. Так и получается. 6, 8, 10. Нифига, еще больше их. Там 3 пакамутонов, скорее всего. И 2 сектопода. Ой, 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 ой. Кто у нас жив? Так, Голиаф лесом, револьвер лесом. Дмитрий Михайлов, да? Ой, 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 ой. Два тяжа отдыхают. Танк брать. Или револьвера взять. Ну, он саппорт. Давай, теперь распределим снарягу. Ну, снайперы есть. Штурмовики молодцы. Ага. 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 Мне нужны дугометы парочкам. Эфериалы нужно захватывать. Возьми новую танку. Он на пси. Бесса с силой и волей. 56, конечно, это... Это опасно для захвата эфериала. Раз, два, три, четыре. Еще лазерная винтовка. Да, это временно, товарищ. Хитим, хитим. Да, да. Почему гранаты у саппа? Где медкомплект, в общем? Мы там теряли просто народ. Давайте медкомплект лучше возьму револьвером. Полезней будет. У кого-то он там все-таки... А, он у Соколика зачем там? Непонятно зачем. Ну, потому что не было второго саппа. У Ревый рефлекс. Да, у Ревый рефлекс. Это очень хорошо. Он еще генномодифицирован. Хрен там. Ничего не генномодифицирован. Поехали. В общем, 15 человек. Мы это знаем. Эфериалы. Сектоподы. Ох, гадость какая. Внимательно. Очень внимательно. Следующая операция пройдет в Японии. Мы знаем, где их корабль. Тарелка вторая по размеру. Маленькая. Они защищали корабль самыми совершенными технологиями. Так что мы почти уверены, на борту есть что-то чрезвычайно важное. Да. Думаю, нас ждет очень сильное сопротивление. Они не сдадут корабль просто так. Это точно. Впереди уже силуэт корабля. Красивая, конечно, игра. Ох, полетели. Достаточно открытые. Ёлки, конечно, мешают. Одного сюда. Надо штурмовиками невидимыми лезть, я думаю. И то на следующий ход. Так, у Баски же есть мимикрирующая, да? Я в пути. Да. Иду. Сделаем. Я в пути. Я в пути. С Богом. Слушай. Мутон, гвардеец, сектопот. Дрон. Бинкс поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Здравствуй, Бинкс. Когда я впервые встретил этот корабль в Вене Мунгном, я пытался захватить эфириала 15 ходов подряд. Процент был ноль. Это стало возможно только после его вскрытия. Не знаю, изменили ли вы это. Не, вроде... Нет такого. Короче, кидаю скан. Нафиг нужно. Не хочу я лезть. Сканирую. Здрасте. Вот он и гвардеец. Пак. Три человека. Не понял, о чем мы не видим? Одним снайпером не видим, представляете? Из-за елок многочисленных, видимо. Ну, я тогда один ход подожду. Хотя сейчас сагрю. Ну и сагрю хорошо на овервотч. Снайпер главный снайпер. Ой, твою ж медь. Вы видели? Короче, если прилетят пришельцы, я знаю, как с ними воевать. Надо как на границе, вот, ров просто выкапываешь и все. Падает туда сектопот и сделать ничего не может. Я уже жалею, что он мутонов спулил. Вон, и я уже вижу этих пацанов. Надо, наверное... Ладно, давай, крит. Раз. Это первый. Ох, нехорошо. Ох, нехорошо. Я вижу, он... Они меня не видят, потому что там инвизный товарищ. Пусть он продолжает там стоять. Нет, только не БС. Вот это ошибка была. Нельзя было ею в рвотч ставить. Так, они вроде ушлись, телепортировались. Хорошо. Мутонов добьем сначала, да? Подсвечиваем. Мед. Ладно, давай так. Да, где ж вы там, а? Двигаюсь к точке. Направляюсь на точку. Выполняю. Я здесь вынимаю. Буду начеку. И муха не пролетит. Мимикрирующая кожа очень помогает. Всегда повод, да, всегда повод. Что за шут? Да я в курсе. Вон он там далеко. Может его сначала увидеть? Снайпер могут... Ну, вот они. Ну, снайпы. Одного видят. Одного видят. Кого? Маленького самого. Ладно, пулем. Ой. И скан не кинешь. Давай, ханкери. Овер. 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 Пистолет и Овер. Ну, большой не дойдет быстро. Как бы это понятно. Его главное вот издалека пострелять, пострелять, пострелять. Он должен идти, вроде идти, должен, вроде не должен видеть. Мелкий должен лететь. Да, видим одного мелкого. Ну, как нет подходящей цели? Ну, смотри, ну, видно же. Смотри, какой красивый. Оп. Так, это два дрона. Вот у нас же я одного убил, убил, да? Овер, 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 ханкер. Овер. Подходи, подходи, здоровенный. Что это за звук? Это я сам могу подойти. Опа. Что за шум? Нормально. Ничего не боюсь. Смотрим. Оп. Застрял. Снайперы. Снайперы видят. Ой, там еще... Стоп, 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 стоп. Там еще один. Там второй сектофон с этими... Господи. Ой, да. Я вижу опять мелко вон. Оп. да ладно пока как карамба я забыл как пользоваться этим скиллом не трогай что мы когда я не знал что он перестанет быть видим мне кажется этом удаляю уже так точно я иду дмитрий михайловым помогать как бы потому что надо буду на чеку я вторая сетем о видим кого-то ну стреляй делается ну дальний то не дойдет меня ближний беспокоит ой как я увижу значит он меня видит ой не ливили нет а наведение типа да хорошо надо отсюда в воде и следующий ход а чё это он делает скажите у него же какая-то хрень типа уход целится потом жопа наступает но мне это беспокоит ой 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 только не сванга твою ж медь мимо мимо сволочь да мне мутонов не хватало вот вот реально вот просто вот в этот момент как раз а можно второго мутона да там как так понеслось очень 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 интересный поворот так кошка для начала левым утоном задрал раз in the zone дальше дроида маленького летающего это два in the zone давай я лучше скрита этого есть три снайперы не халява не халява так можем стрелять по дальнему может ему его дизарм сделать лучше раз он что-то там намечает вроде не помогло блин 2 выстрел ё-моё как же долго их бить там так здесь с одной стороны можно пострелять на халяву один раз как бы сам бог велел а потом валить просто валить просто валить здесь просто кайтит лечиться каким-то макаром револьвер первым возвращается на базу тут заходим хил сразу ну здесь в принципе есть инвиз чисто в теории я могу как бы да но вот этим беской надо валить валить причем так чтобы может подханкерить чем против ханкера сделает ничего не сможет сделать против ханкера я надеюсь я не знаю просто что он умеет поэтому проверим на себе на кошках как раз на бойся проверим так можно сделать инвиз и пройти вперед чтобы потом в него там пыщ пыщ туда-сюда а у нее два выстрела прикольным и нужно штурма штурмовик ближе просто чтобы они потом смогли вдвоем там как-то так здесь же ауе будет какое-то может быть от дальнего ауе короче я бегу халповать этому товарищу черта не вижу револьвер сверху очень так мутонов не осталось мутонов три штуки убили дронов убили четыре штуки ой покажите ну где там там бомбардировка была кажись так хошку лучше перезарядиться скорее всего здесь соколик вообще никого не видит если б не дальний я конечно к этому ворвался но хотя можно ворваться инвиз то есть не хватит мне перезарядка пошла я считаю надо короче свалить опять я могу конечно вот так подойти выстрелить разок а потом на халяву уйти в инвиз нет инвиза ну и что он же стрелял хотя тут мог на овервочу а он мог целиться сейчас поэтому малин револьвер надо молниеносный рефлексом снимать агру да давай с агрича кого-нибудь так он не увидит меня вообще черт вот револьвер убежал не туда он не стрелял но верим и стрелять стрелял другой на овере может стоять а может и бомбардировку включить я этого не видел окей давай тогда дым сюда и уходим отсюда проверяем овервотч дым плотный такой густой гламурный уходим нет у него овервочем так ну дмитрий михайлов он конечно чемпионом просто идет и показывает кто есть кто это раз смотришь смотри опа и никого непонятно как так всегда фото бескуражен что нет никого и как я первый раз вообще увидел как эта штука выглядит понятно он целится я у я пошла а второй где здрасте мордасть никого ты не видишь ничего ты не знаешь что ты не умеешь тихо 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 совпадение не думаю так соколик поехал раз критон двойной выстрел но лучше подальний можем два на единичку топовые выстрелы топовые я уже взрывается еще ясно не хочу я стрелять пока то есть я лучше снайпером постреляю нафиг нужно проверять отличным ну это тема понимаете тут топич просто собрался весь топич сейчас пистолет из плазменного приговорим два раза по 46 наливай по дальнему почему не попал да ё-моё ну это вот вот и вот это вот и плохо реально зря вот просто как к тебе сразу на духу говорю вален что не нравится мне вот ранен гань а у того пушка же сломана ха мы идем по следу аркадий зачем уже взрывается что ты делаешь еще укрытия я просто в шоке от тебя все в восторге от тебя как говорится ты от мэ блин это же зачем вернулся что я делаю блин там хп вообще нет а сейчас взрыв на 5 укрытия нет если тот стреляет это гуф нет не укрытия выстояла хорошо фух так а можно мне дым туда кинуть пожалуйста мне стрёмно очень понятно что у него там оружие типа сломано но мало ли что красиво и тонко переходишь ко второй части я не хочу умирать и я я еще слишком молод вы что так сектопот один сдох это уже кстати был восьмой это девятый киллс ты ничего не можешь тебя пушка сломана опачки еще мутоны до сектопот реально ничего а тут вообще плотный нормально у нас есть два снайпа по одному хиту это как раз 24 выстрела нужно будет делать вам хош с критом что-то не хочу дмитрием михайловым сюда заходить а он кстати отремонтировался гад да ну тебя к черту просто иди лесу иди лесом и все я тоже уйду за дело хрен тебе они дмитрий михайлов то есть чего там еще три мутона слева а потом еще эфириал не 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 мне пока не сектоподов нужно по одному подавать так ладно дмитрий михайлов идет снова вперед неугомонный раз инвиз пора исчезнуть 2 здрасте потерял ли кого-то нет стреляем 1 можно парализатор еще взять 4 отлично двойной выстрел вот он и слева да давай просто стреляем лично под зад ему и еще один выстрел палач причем да там же бонусная точность они урон вы здесь мы терпеливо ждем мутонов гвардейцев лечимся заодно обязательно эфириала захватывать надо но сначала надо конечно избавиться от этого но с ним все понятно как раз не понял откуда ты знаешь он подозрительно меня смотрят и мутоны как раз вовремя не рычи смотрят на меня всеми глазами своими так сначала убиваем сектопода кошкам in the zone потом пулем пак мутонам и зим пулем утонов пак папа откуда звук непонятно побежали 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 разбежались в укрытие все засели засели ничего не сделать минус 1 ох дмитрий михайлов герой просто герой с овер вы стали full cover ясно овер слушайте обыска то может вообще побежать она же дикая кошка он средь че творит иду подходим ой перестарался кажись может контроль возьмем 50 процентов да это легко я был бы бутон граната козлина держись димон сейчас ворвемся пам-пам-пам раз да есть шлем который пси дает и сопротивляемости но просто неж нужно сначала эфириала захватить чтобы он появился пам-пам-пам так еще три мутона и в результате получается 1 2 3 4 5 9 12 их 15 еще три человека три человека пишу снайперов спускать будет они с пистолетиками там могут помочь с плазменными во-первых спускаемся а эфириал 2 мутона и чем понятно сериал 2 мутона период как хоть и мелкая но конечно прям прям очень тяжелым так он будет здесь я подходить буду естественно по фулкаверу беской что даже если она спулит кого-то на самом деле она не спулит никого она просто увидит и все наверно дарт соцки такую же тему взять вообще нужно подлечиться димитрия михайловым эфириал будет сто процентов захватывать это даже не продолжить операцию что там снайпер постоять на зоне эвакуации эфириал захватит абсолютно любого то есть ему абсолютно непринципиально плюс у него есть еще psy шторм кажется что то есть на и такое которая которая мочит терпи это просто тарапина штурмовики должны сделать все прямо в центре этой да я понял тебя это особый какой-то корабль это необычный ведь это двойной источник энергии так если ты а да там же другая конструкция вот здесь двери сверху точно точно точным мимикрирующая кожа конечно очень помогает ведь просто бегает и я уже там и ничего не сделать просто не через указанным координатам это сюжетная миссия после волнового маяка да я в курсе гиперволновый декодер все дела практически как в первой части там же тоже небесные появлялись после того как-то гиперволновой декодер сделаешь нахожу да это но выполняю сейвов нет так что лучше сейчас очень аккуратно действовать обойти подготовиться всеми вообще слышите кажется мы здесь не одни это эфириалы высшие существа так сначала так я полагаю да я понимаю да просто не хочу не хочу дверь провоцировать на открытие снайперов поставлю вот здесь вот пусть стреляют по мутонам тоже выхожу стремновато немножко чуть-чуть еще один ход на на нам два хода надо музыка тут еще эмби он такой уникальный я не помню такого звука так мне нужно четко четко все сделать быстро резко правильные пушки поставить не забыть перезарядиться напоследок ну с богом залетаем работаем дмитрий михайлов открывает дверь видит а там два таких мутона что это такое что он кинул что-то так так и но нет открыл называется дверь Это просто капец То есть максимально все за укрытиями Все как бы Я не хотел сюда ставить, потому что тогда угла бы не было по мутонам Но сейчас у меня есть угол по мутонам Так, не торопись У тебя анлим по времени Штурмовики забегают, халявные выстрелы делают Кто опаснее? Этот хрен опаснее, конечно Один хрен, этот хрен опаснее А что по... Блин Блин Это залет, Миш Это залет И надо действовать очень быстро Пси-контроль Причем ты должен просто стрелять сначала по этому скритом Надеюсь, что ты его не убьешь просто Ну я немножко не на это надеялся Когда говорил, что ты, надеюсь, скорее всего его не убьешь Так, может парализацию лучше сделать на мутонам Ой-ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой-ой Ладно, раз, два, три, четыре Не убиваешь ты вообще их никак Тебе нужно взять, оставить Вырубить одного мутона Потому что это гарантированно, по крайней мере Какое гарантированно? Парализатор нифига не попадает Не, стреляй по этому, 91 Давай Харитонина, 18 Пять, капец Так, ладно Раз, два, три, четыре Пять, шесть, семь Хрень Исплетануться бы еще, твою же дивизию Хм-хм-хм Одно, раз Нет Да Раз Погоди, двойной выстрел не делай Может нахрен этот захват Может просто брать его, убивать И все Мутонов хрен захватишь тут Ладно, здесь скорее всего одного мутона убьем Короче, надо, наверное, Дмитрием Михайловым просто пытаться этого гада убить Поехали Погоди Может ты по этому двойной выстрел сделаешь? 72 Нет, лучше ты по этому гарантированным Типа гарантированным Ну даже обычный выстрел 79, понимаете Нельзя рисковать Давай Что это, мимо что ли? 8 хитов, отлично Ага, захват 8%, класс Так, отсюда сможешь Отсюда, кстати, можешь суметь Давай-ка Хрень полная Какая-то точность еще дикая Дико убогая Двигаюсь к точке Так Теперь оценка Здесь крит хорошо Но, в принципе, не нужно Здесь слишком много Поэтому еще не Погоди Надо убивать, мне кажется Надо убивать этого Надо пытаться убивать этого Если не получается Пытаться добивать этими Оставляем одного Типа мутона Но это всяко лучше, чем Да Это раз Там еще Снайпер минус, понимаете Или попробовать Пострелять по этому Раз Не, не получится Только Арцотск стреляет У фериала Срок защиты Говорят Понятно Два раза Пошли за 4 Давай, попади Оба Попал вроде Давай Да, сволочь Мне его надо будет Захватить В следующий раз Ну и это еще не все Потому что Надо спровоцировать Его на гренку На самом деле Закидываю Сюда Дым Может он спаникует А, он не нужен Говорят А, фериал Вообще ускоряет Все исследования Кажется Может быть Он не Мне кажется Вот эта вот Конструкция нужна Которая по центру Не стреляй Ты боишься Мимо Отлично Вот он Захватывать Да, бестолком Слушаюсь Там два хода Осталось Убиваем Раз Убиваем Два Три Получилось Шеф Ну такая Дичь Открываешь Дверь И тебе Сразу В снайп Пролетает Плюха Которая Его в нокдаун Отправляет Но мы справились С этой миссией По крайней мере Привезли Вот эту штуку Гадальный шар Который нам Безусловно Поможет В дальнейшем Да И псионика Туда Да Это Это со спрятанного Корабля Его охраняло Самое сильное Существо Из тех Как думаете Что это По штучке Всем по сердцу Мощная штука Только представьте Чего мы достигнем Если раскроем Ее секреты Опасное желание Доктор Ну да Доктор У нас Такой Окей Сэр Вижу Непонятный Объект Что? Опять Корабль? Нет Сэр Что-то Крупное Так это Жанна Уже Это Жен Финал Ребят Ё Моё Скажите Мне Что это Просто Совпадение Если БСР Подземный Толчок Был Зафиксирован Прямо Под Новым Объектом Мы Эту Штуковину Даже Поцарапать Не сможем Если Есть Хоть Какие То Идеи Самое Время Их Озвучить Ну что Доктор Увален Молчишь А нам Воевать Придется С этой Штукой Исследовать Приборы Фериалов 14 дней Хошка Скучает 228 Иллириума Дали 228 Пацаны Блоки Питания Устройства Эфериалов Новый проект Исследование 4 дня Так Генетика Пошла Генетика Нельзя Командир Доброволец Будет Подвергнут Хирургическому Вмешательству Здесь Есть Второе Сердце Варцовский Тоже Револьвер Может Сделаем Доброволец Будет Подготовлен Хирургическому Вмешательству Когда Генетическое Модель Громобой Готов Переводим На следующий день Да ладно Еще террора Мне не хватало Ох Ну вроде Повозвращались Кто-то Да Да Нет Так Стоп Стопе Стопе А где Это Скипай Да Так Что Я Хотел Блин Реально Снайперов Нет А если Я Заигнорю Спутником Накрою Все Будет Ток Вообще Изи Скипаем Террор Да Это Изи Просто Все Рассчитано Да Как Так Кто Знал То Страна Сразу Выйдет Заигнор Я Не знал Спутники Есть Скипай Страх Чистен Каминг Никто Не Видел Пацаны На самом деле Мы уже Умерли В Этой Попытке Как минимум Один раз Когда тоже Скипнули Ой Господи Ну что ж Полетели Такая Жесть Беру Танчик Один Ни Одного Снайпера Капец Кризочная броня Кризочная броня Второму Штурмашу Ошейники Раздаем Место Жилета Какая разница Надо сделать винтовочку Плазменную Револьвером Жалко я Жалко Зачем Два штурмяку Не ее кожу Чтобы было больше ХП Термоядерной Нет установки Кстати я могу ее Быстро запилить Она мне может Помочь У меня же Лериум Сейчас есть Вот она Бластерная Установка Две ядерных Понятно Вы Вынуждены лететь Капец Капец Сейчас там будут Будет полный фарш Сектоподы А снайперов нет Они основной урон Носили Вообще По ним Летим 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 в Китай Там сейчас Неспокойно Фух Не густо Бла Полиция Ввязалась В перестрелку С пришельцем Центр Рейнджер Вышел на точку Блин Жду приказа на выброску Подтверждаю Рейнджер Можете Начинать Атаку Огонь Вести Осторожно Внизу Гражданские Повторяю В зоне Операции Гражданские Гражданские Это капец Укрытий Нормальных Нет Меня сразу Встречает Сектопод Выполняю Короче Надо дымить Сейчас Всем вставать На позиции Разбираться С сектоподом Забивать Вообще Никого не пулить Можно только Штурмовиками Там побегать Немножечко И все Сделаю Встаем Хэвиком Раз Штурм Смимикрирующей Да как ты А Куда ты Блин Я Ай Она же видела Противник Противник Короче Ошибаюсь Я Закрываю Дымом Блин Там же реально Видели Что ты творишь Да я Не Не увидел Что меня видят Я В пути Надо было В инвиз Вообще Входить Чтобы В инвиз К нему Бежать Двумя Штурмовиками Сейчас Ауе кинет И губчанский Костель Он же Сразу Ауе Не кидает У него же Он же На это Хо тратит Нет Спасаю Мирного Одного Шевелись Освободил Место Под сапом Такая Бандура Я Само Внимание Крисолиды Крисолиды Фулл кавер Густой дым Он два раза стреляет Заход Или один раз Импреза Поддержал Ваш канал На сумму 100 рублей Михаил Состав И начинка Корабля Очень важна Для исследования Точка Может у вас Удастся Захватить Этот корабль А не Уничтожать Его А? 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 Пека Пека Блин Да Ну хорошо Что мы Еще Паки Не спулили То есть Услышалось Что Крисолиды Это По-прощему Давайте Попробуем Рокетом Зарядить Туда Причем Шреддер Именно Хорошо По-своим Не попалим Уже Плюс Рутон И поддержал Ваш канал На сумму 100 рублей Ну все Поехали В XOM 2 Ногами Вперед В PSSS Не скипай Обучение XOM 2 Там Будет Провод Которого Нет Без Обучения Ясно Короче Я могу Подойти Выстрелить И уйти В инвиз Штурмашом Не могу Спулить Еще при этом Пак Но вряд ли Потому что Там трупы А кто Да как Не было же Овервоча Схренали Там не написано Было Что Овервоч Слышишь Ты Упырь Дроиды Убиваем А у него Базовый Овервоч Короче Мне нужно Второго Штурмовика К нему Вводить И с Инвизным Этим Скафандром Блин А Мимикрирующий Не дает Активировать Призрачный Режим Приехал Убей Прошу Черт Я Я дым Не сделал Я дым Не сделал Твою Жметь Это Капец Че Саппортом Там дым Не Короче Будет Жаран Нет 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 А Какая у него точность Вообще Характеристики Подскажите Его Блин Капец Ооо Крисолиды Ладно Крисолидов Можно Там второй Пак крисолидов Ооо Это кто такие Мутоны Так ладно Это Меньший Изол Так Балтайер Поддержал Ваш канал На сумму 100 рублей Оперативники Икс Чомета Пришельца Мы Слышали Вы забрали Наш розовый Шар Пожалуйста Верните Шар Он Нам Очень Нравится Он Все равно Вам Не Нужен Ну Пожалуйста А А А Да что Вы Мажете На 60 Уже Который Год Блин Надо Подходить Вторым Штурмашом Раз Два Ой Так А если Хэвиком Рокет Ну ты Выстрели Отойди Не Рокет Не Нужно Еще Сдавать Ну Какая Грязь А О 14 Крит Вот Это Топич Просто Пошел Инвиз Инвиз Дым Ижди Тем Более Мутон Уже Смог Скулить Точнее Даже Не Жди А Вот Сюда Отступим Тут Накрывай Рокетом Чтобы И мелкому Досталось Поехали Прощай Отлично И дым Сверху Положим Господи Как же Сложный Террор Без Снайпу Вообще Так Правых Не видят Видят Только Этих Поехали Ну Крисолиды Пофиг Они там Заняты Мутоны Тоже Вроде Не спулены Еще Поэтому Тоже Нормально Выхожу Буду Насторожая Крисолиды Сверху Зомбари Скоро Пойдут Но Зомбари Это Уже Не так Страшно Так Плотный Дым Фул Кавер Что ты Сделаешь Никого Нет Короче Он Промахнулся Но попал По машине Которая Раз его Выстрела Сразу Взорвалась И у меня Три Ранения Четыре Ранения Ой Три Ранения А там У него Овер Воч Блин Еще Надо Танчик На Овер Выкидывать Причем Мутонов Типа Не пулить Еще Поехал Танчик Три Три на сумму 100 рублей. Миша, пробегая в инвизе, спасай своих 4-8 счастливых жителей и безстреливай и сваливай с миссии. Не, нельзя сваливать. Давай, Арцтоска. Да ё-моё, да как-как-как с вами можно вообще играть, если вы мажете постоянно? Я мутонов спулю, если пойду. Можешь, конечно, дай тигрянку кинуть одну. Танчик, попади, прошу тебя, ты можешь, 40%. Стенку снял. И мутонов спулил. Вашу же мать. Ну, всё, идём вперёд. Вас понял. Убей его. Так, тут ориентировочный инвиз. Инвиза свалить, да? А потом подойти. Ты не убежишь. Ну, как не убежишь? Убежишь. Трихита снимешь? Хрен его знает. На грани? Нормально. Что ты делаешь, машина же горит. Она уже взорвалась вроде, нет? Хотя вторая нет. Да, вторая горит. Прикольно. Граната же есть. А смысл, какой гранату сейчас кидать? Чтоб на двух зелёных мутонов и напротив этого остаться? Чё-то как-то это не очень круто. Ты придумал. Обнови дым, господи. Сейчас не до дыма. Убивай. Да твою 97 процентов! Сколько там было ещё разок? Класс! Класс! Нет, выбирай, отступай. Здесь ещё один дым. Желательно достать по троим, вот по этим передним. Машина взорвётся, она будет сразу хэвика лечить. Это капец, конечно. Взрыв! Серките в полную теку. Взрыв! Не нако freezing! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, попробую выкрутиться... Значит, это вопрос гранаты... Это хреново, это очень хреново... Это мелочь, надо на кайте взять... Надо сейчас всеми... Стоп, а что я... Сколько там? Четыре пака должны быть, да? Пак мутонов... Пак этих... Пак крисолидов... Пак этих... Короче, все мы спулили уже... Что можно было представить... Мы уже все спулили... Да, от Сектопода мы сейчас уезжаем... Ориентировочно танком... Для того, чтобы... Собрать... Собрать... Свервощ на рывке вот сюда... В дыму как раз там нормально должно быть... А, двое ведут же точно... Ну да, в любом случае... Один мажет, другой мажет... Хорошо... Там два мирных еще, они отвлекут... Танечка на себя внимание отвлечет... Надо уходить из-под розового дыма... Из-за крисолидов... Из-за... К тем мутонам тоже не хочется лезть... Скорее всего... Так... Так, думай, 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 думай... Эти бачком-бачком на рывке... За машину... Это раз... На следующий ход... Пару лечений желательно бы сделать... За пулем, соответственно, милишному мутону крисолида... Убьем сейчас этого... Ориентировочно вот эти вот товарищи... Будут разбираться с мирными... И заходить к танку... Так... Здесь лучше все-таки с... Гринка я просто не достану... Хотя отсюда могу достать... Проверять, не проверять... Отступай, проверяем... Вроде докинешь... Да... Это раз... Два мутона еще не забываем там... Жесть... Далее... Здесь я отойду... Вот... Мне бы скан, на самом деле... Мне скан хочется кинуть для того, чтобы... Хотя могу подойти к этому и стрельнуть разок... Там, правда, туман... Толку особо отстрели бы не будет... Но это халявный выстрел... Халявный... Халявный, значит, делай... Ты еще подведешь... К своим... Пацанам... Плохая идея... Бежим сапом... Бежим тяжем... Есть! Выдвигаюсь! Револьвер... Фулл кавер сюда... Начинаю движение! Может, реально этого оставить здесь... Чтобы хотя бы кто-то отвлекся... У нее... Блин, мимикрирующая кожа не работает с этой штукой... Да, вот так вот отойдем... Все, никто не видит никого... Еще пак крисолидов... Но крисолиды-то ладно... Там штурмовики разберутся... Зомби потом появятся сейчас в массовом порядке... Но и это не главная проблема... Главная проблема это вот это вот хрен... Мирных вроде как... О, к Танечку бегут... Хорошо, не успеешь... Отлично... Значит, шесть крисолидов... Черт! Шесть крисолидов... Ааааа... Римутона... Зомби... Твою ж медь... Да, здесь нормально как раз... О, да ладно, успел! Держись! Там, там, эти Шесть крисолидов Два мутона Один красный мутон Ой, какая жара Это, пожалуй, пока самая сложная Миссия, которая была Мне кажется, что здесь надо воевать этим товарищам Раз И двойной Его никто, кроме него, не видит Поэтому Это отличный шанс Два Хорош Так Меня видят Здесь Ой Так, давай танким Сначала, да Лучше Плотную Хорош Минус крисолид, минус мутон Те мутоны зеленые далеко Но я не хочу сюда Я не могу сюда подходить Просто потому, что Там крыс очень много Контроль разума 0 36, кстати 50 по зомбарю 0% все равно Да Невидимости нет Там Овервотч Надо хильнуться На самом деле И дымить Здесь Дымить и ловить Крисолидов Которые должны Сейчас на этот ход Подходить То есть Этот сектопод Будет стрелять Надо от кабины Отойти Потому, что Сразу рванет Окей, значит Ты сюда Ну да Ты сюда Лечишь Там еще Мирные Прикрывают Ведь Здесь Назад от кабины А тут Дым на револьвер Назад от кабины Перезарядка Я снова в строю А тут Дым Причем Дым Как можно Дальше И кусочком Маленьким Себя закрыть Или даже С этой стороны Себя закрыть Чтобы когда Крисолиды пошли Вот здесь Можно было По ним Стрелять Нормально Господи Целый Сектопод Пол пачки Крисолидов Два Мутона Там Зомбари Еще какие-то Это жесть А еще Один Крисолид Тошнит Его Грязь Просто Грязь Ну я надеюсь Что как раз Крисолиды Быстрее Добегут И я от них Попробую Избавить Ой Амси Твою ж мать Думаю Что многие Выбирают Ваш сервис Стриминга За то Что вы Даете ту Теплоту Которой Так не хватает В нашей Нелегкой Жизни Удачи И процветания Каналу Спасибо За стримы По Икс Скор Спасибо Большое За саппорт Ну я Сейчас реально Теплоту Дарю Сейчас Сгореть Я чувствую Буду Три Крисолида Рядом Из-за Дыма Этот Промазал Хорошо Я думаю Надо танк Сейчас Подставлять На следующий ход Пытаться Дроидов Убивать Штурмовиком Надо справа Обойти И двух Крисолидов Убить Ох Там их уже четверо Четыре Крисолида Вокруг Я их чувствую Мимикрии О Вот это Хорошо Это уже Может Спасти Меня Блин Что-то Их Много Не 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 Нет Ой Какая грязь Что Сделать Да Ему Тон Подходит Пять Может Тут еще Overwatch Не забываем Анчик Может Снять Overwatch Там у всех Хитин Конечно Ж Ой Так Спокойно Значит Этого Мы должны Также Дымом Стараться Что-то делать Дым Только у нас Здесь Есть Один То есть Арцтоцко Ориентировочно Сюда Кидает Дым Да какой Дым Там Крисониды Вокруг Вы тоже Делаете Данный Сервис С номером Один В рунете Создаете Ту Атмосферу Ради Которой Хочет Ся Сюда Возвращаться А у Ревы Рефлексы Забыл Да Часику Большое Спасибо Но Касар Все равно Мне Пришел Так Значит Я Что Хотел Сказать Реальные Рефлексы У нас Есть И Мы Можем Только Надо Понять Куда Бежать Револьвером Револьвером Скорее Все Бежать Сюда Возможно Он Даже Убьет Крисолида Валить Гренко Миша Здесь Еще Гренко Ну А Че Ты Можешь Сделать У У У У Короче Этого Сюда Этого Сюда Сюда Саппортом Дым Чтоб Этот Стрелял Поэтому Этот Стреляет Сюда Ой Пошла Жара Слушаюсь Ну а где Молниеносный Рефлекс Все Не так Танчик Танчик Прошу тебя Сделай Все Как Надо Че Рефлекс Нет Может Он Без Овер У Стоит Секто Готовит Минометный Ну у него же Нет Анимации Такой Ой 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 Тут Конец Карты Уже Вообще Так Минометный Скорее всего Он готовит Сюда На самом деле Потому что Он этих Не видел И Давайте Посмотрим Как он Смотрит Так Как он Смотрит Куда Он Смотрит Да Он Стоит Смотрит На этот Столб Вот Сюда Он Смотрит Ну Хрен С тобой Тогда Золотая Рыбка Значит Что Я Делаю Ориентировочно Не Близко Нельзя Сюда Фланг Хэвиком Раз Ты Ориентировочно Бежишь Блин Тут даже укрытия Нет нормального И Подходить Раз Дмитрий Михайлов Получается Работать Не будет Правильно Сектопод Работать Не будет То есть Он просто Выстрелит И все Хэвиком Я могу Сюда Флангую Допустим Убиваю Арцтот Сюда Потому что Медленно Стреляю По Крисолиду Скорее Всего Или По Мутону Хрень Полная Выходит Там Два Мутона Да я В курсе Что Два Мутона Вот Один Мутон Вот Второй Мутон А Это Два Крисолида Я В курсе Дмитрий Михайлов Ориентировочно Убивает Одного И чего И чего Нет Первым В любом Случай Стреляет Револьвер Ему Здесь Делать Нечего Он Стреляет Как Может Убивает Молодец Значит Дмитрий Михайлов Будет Еще Пол Ходом Это Раз Блин Может Рананган Тогда Вторым Вообще Сюда Да Последним Надо Ходить Вообще В последнюю очередь Дима Михайлов На халяву Делает Здесь Один Выстрел По Крисолиду Правильно Правильно Давай Раз Хорош Два У него Ранангана Нет Ему Еще Мешает Походить Так Два Крисолида Два Мутона Два Крисолида Два Мутона Зомбарь И этот Ориентировочно Не ходит Подходить Близко Опасно Чем Ближе Подойдешь Тем Как Да Тут Мутон Явно На Гренку Если Я не Разойдусь Я должен Расходиться Я должен Расходиться Просто Я просто Должен Расходиться Пацаны Клоуз Комбат Против Ближайших Крисолидов Потом Полход На Майн Контроле Мутона Три Да Мутона Там Почни Что Майн Контролем Конечно Чувак Это Рандомчик Дмитрий Михайлов Сюда Или Дальше Что Делает Арцтовска Короче Ты Попасть Вряд Ли Сможешь Ориентировочно Ты Идешь Сюда Все Тебя Не Флангуют Ты Видишь Одного Убиваешь Ну или По лицу Получаешь Да Да Твою Жметь 83 100% Крит Ну я Этого И ожидал Увидеть В общем То Окей Так Ты Кого Можешь Ты Можешь За полу Укрытие Встать Этот Не Дойдет Этот А Тебя Накроют Артиллерийским А сюда Опасно То есть Ты Ориентировочно Ран Иганишь Скажем Вот К этому Мутону Да Или К этим Крисолидам Кто Опасник Крисолид Или Мутон Крисолито Ой В смысле Мутон Опасник Конечно Ж Давай Начнем Все Так С Так Товарищ Арстоц Как опция Может даже И подлечить Это Неплохой Вариант Но Нет Укрытия Нормального Нет Тут Мы можем Одного Крисолида Забрать Но я Фланг Подставлю Это Убогом Ты Так Фланг Подставишь Крисолидам Так Ах Ты ж Ёжик А Это Все Тлен Это Тоже Тлен Это Тоже Неважно Тянечка Может даже Стоит Убрать Так Арстоц Отсюда А сколько У тебя Была Точность Мы Можем В общем Арстоц Фланг Гануть Отсюда Мутона У нее Точность Повыше Давай Попробуем Это Не Фланг Михаил Погоди Может Выставить Но Дмитрий Михайлов Что он может Попробовать Захватить Реально Мутона Может На него Многие Отвлекаются Давайте Оценим Шансы Дмитрий Михайлов Куда В принципе Пойдет Этот Не должен Стрелять Этот Мутонов Больше Нет То есть Я могу Спокойно Бежать Как можно Дальше Да Попробуем Господи Что я делаю 50% Человек Мутон Не подбежал Нафига Мне эти 50% Кого Я Блин Слушаю Может По уме Он Бежит Наши Кристалидов Лучше Два Раза Убить Кристалидов Лучше Два Раза Убить Мус Один А вторым Штурмашом Скорее Всего Да Как О Хорош Второй Штурмаш У нас Пойдет К Мутону На раннгане Потому что Мутон Там Просто Уничтожает Странгер 1287 Поддержал Ваш канал На сумму 1000 рублей Ой Странгер Спасибо Михаил Помню тебя Еще С клуба М19 На технолог Поменьше Фэйф и Доты Побольше Варкрафт И олдскул Игр Удачи Во всем Молодец Что продвигаешь Киберспорт Адекватное Поведение У нас Киберспорт С уважением Спасибо большое Приятно Что старички Тоже заходят На На гудгейм Это хорошо Смотрите Какая ситуация Мы Разобрались Со всеми Кроме Крисолида Крисолид Скорее всего Будет Мочить Вот сейчас Либо дым Либо хил Но я думаю Что дым Надежнее На случай Если Сектопод Начнет Выпендриваться Да Крисолид Явно не убьется Но выстрел А 40 Короче Я еще Из такой Жесткой Ситуации Могу Затащить Так Танчик Пожалуй Назад Отойдет Чтобы К себе Внимание Привлечь Смотрим Что делает Этот Главный Куда Он Там О нет О нет О нет Он повернулся Да Он Держись Капец Да ладно Ты еще раз Делаешь Нет Мимо Дым Дым Ой Фух Я живу Пока Если бы он попал Это был бы гуг гарантированный Там крит Если он 15 Без крита Сносит Только второе сердце И все А еще Крисолид Живой Еще зомбари Пойдут Блин Как же мне Этого Сектопода Завалить Жесть Только штурмовиками На самом деле Я могу его завалить Вот там зомбарей Еще рядом Пара зомбарей Дроиды Надо сначала От этого Избавиться Блин Жесть Так Что у нас Без ранения Да у всех ранения Ну в смысле Да Кроме Дмитрия Михайлова Ой Так Сколько дымов осталось 0 1 2 Хилан Сектопод Вроде на танк Отвлекся Да Надо сначала Сейчас ход Еще отстрелить Вот этих вот Зомбарей Крисолидов Попытаться Возможно Даже за угол И покайтить Ой Слушайте За угол Реально Хорошо Должно Зайти Просто реально За угол Там мы Подлечимся И отстрелим Крисолидов И сектопод Там танчик На себя Привлечет Внимание Сектопода Не перезарядиться Нужно В общем Дофига всего Нужно сделать Так Давай-ка По Этому разок Выстрелим Раз Ну потому что Халявный ход Тут скорее всего Тоже надо Крыса Убить Помочь Этим Пацанам Потому что Они не смогут Так просто Взять И Отступить Отстрелить Ее Точнее Ох Ты ж ежик 76 Ошибка Надо было Близко Подходить Тут же дым Это грубая Ошибка Пацаны Тут полуукрытие И следующее Что Нельзя здесь Находиться Надо валить А как валить Там Как валить Ну ты можешь Сюда И этим Спасти Все равно тебе Отступать оттуда Да, давай Ой Дым работает Пока Держись О Мимо Фух Не забывай Про овервотч Каждый ход Ё-моё Два раза По 47 Лучше Нет Твою Жметь Бежать Ребята Бежать 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 Не без оглядки Бежать Просто бежать Всеми бежать А я вижу Там крысу Еще одну Ладно Херик побежал Он самый битый Просто На тебе Ха Получил Так Значит Приоритет Крисолит Крисолит Там еще один Крисолит Два зомбаря К углу Лечения Бежать Бежать Может Может Револьвер Оставим Здесь Тут Кстати Хорошая идея Сапа Оставить Под фулл Кавером Арцтоцку Например Не У нее Аптечка Есть Я просто хотел Под дымом Сидеть Или Кстати Просто В ханкере Револьвером Вот Это Классная Штука Слушайте Реально В ханкере Револьвером Постоять У него И аптечка Есть Он Нам Время Выиграет Тут Как Убивать Не Ясно Машина Жигарит Какая Машина Горит Грузовик Уже 100 лет Назад Зорвался После Арт Обстрела Так Вроде Арцтоцкой Надо Убивать Но Это Не Соотносится С Отступлением Лучше Я буду Отступать Сувер Вочем Чем Или Просто Бежать Он Не Черный Он Горит Плохо Тогда Я сюда На Фул Кавер Тут Отступлю Не Догонит Тут Отступлю Практически Не Догонит Наверное Надо Просто Валить А Нет Я же Не могу Валить У меня Штурм Здесь Рядом Капец Как я Тут С валютой Арцтоцкой Попробовать Отстрелить Ну Хрень Какая Это Выходит Ой Какая Это Хрень Выходит Михаил Тебе Нужно Лечить Ой Дима Михайлов Дима Михайлов Может Дым сюда Докинуть Последний Скорее Сюда Придется Давай Два Раза Пусть Один Попади Прошу Собака Да Хитин Есть Попал Все На три хита Хитин Спасает Тут Танчик Привлекающий Внимание Мимо Он был Мне Как Брат Ой Нет Нет Револьвер С Такой Воле К Жизни Да Еще Чинить Его Будут Гады Вообще Самый Жесткий Насколько Я понимаю Дикий Просто Дикий Ну Да Там Будет Масса Зомбарей Конечно Надо Забивать На Сектопода Вычищать Все остальное Вот Есть Вот Всех Крисолидов Всех Зомбарей Перезаряжаться Лечиться Эх Хоть одного Мирного Спас Такой Вопрос Вроде Спас Одного Даже Двух Наверное Спас Главное Зомбарей Еще По-быстрому А то Сейчас Тошнить Начнет Да Спас Ну Слава Тебе Господи Где Снайпы Ранение Ох Еще Один Зомби Ладно Надо сделать так Чтобы Наверное Я в ханкере Буду сидеть Ревой Раз уж Он по Фуллкаверу Не попал Значит У него Молниеносный Может его Там Дергать Если что Давай Подходи Скотина Да Машина Реально Взорвалась Так Давай по тебе Раз Дальше Отступаем На Фул Выполняю Стреляем Или Перезаряжаемся Застреляем Не Перезаряжайся Потому что В следующий ход Ты Теряешь Тогда Получается Здесь Зомбарь С критом И делать Больше Нечего Стреляем Хорошая пушка Нагром Не насадили Конец Тут Сектоиды Добиваем С Опа Там же Овервотч На дальнем Но он не видит Вроде меня Давай на клеточку Выстрел И Валим Валим Сейчас Разберемся Ох Револьвер Как же Мне Тебя Жалко Там еще Один Крыс Алид Вроде Не добегает Ясно Полечить Или Стрелять Лучше По крыса Алиду Пострелять Хорош Ой Ну что Револьвер Будем Делать С тобой Давай К машине Потому что Тебя Молниеносный Оп Машина Машина Уже Не взорвется Соответственно Он не сможет Пробить Укрытие А вот Эта хрень Скорее всего Пробивается И Ханкерите Или Ханкери Ханкери Как никто Никогда Не ханкерил Так Еще один Крисолит Еще Один Крисолит Капец Вот эта миссия Она точно Самая сложная Зомбарь Встает Стучат Рева Он для нас Вообще Без Супер Просто Вытворяет Отличную роль Играет Ой Крисолит Нет Еще Один Блин Ну Это Ладно Они Оба Не Добегут Сверху Правда Прыгает Зомбарь Ёшки Матрешки Такая Миссия Конечно Все Потому Что Двух Снайперов Нет Стронгер 1287 Поддержал Ваш Канал Держись Рева Держись Нет Забыл Соответствую Своему Возрасту Для Молодежи До 20 23 Есть Свои Стримеры И Своя Аудитория Это Да Не Забывай Про Старичков Да Ну Уже Те Кому За 30 Короче У Револьвера Беда У Револьвера Беда Потому Что Там Да И Здесь Тоже Не Не Так Просто Все Так Что Что Я могу Начну Со Штурма Мне Нужно Вырубать В первую очередь Крыса Лидов Возможно Арцтоцк Поможет Револьверу 2 3 4 Нет Ой Тут Я Пустой Вообще Здесь Как Ну Хэвиком Я думаю Надо Стрелять Хотя Бы По Одному Раз Зомби С руки Тоже Бьют Будь Здоров В общем Тут Два Не 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 Увидит Он Два По Крисолиду Конечно Хорошо Ход Есть Зомби Дойдет Крисолид Сверху Сверху Спрыгнуть Сможет Но Это Уже Совсем Другая История Меня Вот Этот Крисолид Интересует Потому Что Я Б Арцтоцкий Помог Злое Подчеркивание Бука Поддержал Ваш Канал На На Суму На Суму Рублей Держись Слабоумие Отвага Вот Привет Тебе Из Старых Компьютерных Клубов Арктика Чёрная Чёрная И Второй Момент Либо Я Крисоли До этого Убиваю Арцтоцкой Вместе Со Штурмовиком 81 Давай Либо Не Убиваю Ну Придётся Типа Револьвером Бить Но Не факт Учитывая Сколько Урон Наносит Можно Из Пистолета Ещё Бэске Пострелять Но Я Рискую Я Под Сектоподы Немножко Встаю Хотя Нифига Я Не Встаю Ладно Давай Надо Спасать Револьвером Он Ни в чём Не виноват Только Два раза Давай Нет Это было Ошибком Двойной Или Не Двойной Двойной Раз Два Я знаю Про Крисоли Но Там Всё равно До Хэвика Достаёт А Теперь Внимание Вопрос Видит ли Сектопода Товарищем Нет Значит Сектопод Не видит Я могу Сейчас Ханкернуть На ход Чтоб Сектопод По мне Пострелял Могу Хильнуться Это вообще Ну то есть Я себя Полностью Подставлю Этот Крисолит Не нанесёт Столько урона Сколько Сектопод Поэтому я В ханкер Пацаны С Богом Стреляют По нему Кажется Сектопод Такая Просто Махина Жуть Промахнулся Это мелкий Там летает Вокруг него Да Крисолит Падает Но тут Хитин Я знал Что Придётся А Ещё Отлично Давай На единичку У меня Все с хитином Два Отлично Молодцы Не отравление Не действует Ничего не действует Зомби не найдут Мы эту миссию Выиграем Хотя Такая жесть была Вы помните Просто жесть Так начинаем с приятного Нет С хэвика Начинаем Он видит только одного И пусть Как бы стреляет 89 раз Дальше Это Два Да блин Я-то могу Второй раз Потом ещё Мирные живы Ничего себе Давай Два Надо избавиться От этого Крисолида Причём Не револьвером 66 С выстрелом 51 с двух Не Лучше два раза попасть Этим точно И тем точно Хорош Там просто арцтод Скажи Стреляет по нему 81 Давай Ес Револьвер живёт Его прикрывает Мне нравится Тот факт Что Сектопод Пока На мне Я тут Пока Сижу В укрытии Неужели Обстрел Да нет Он уже стрелял Как он может И то и другое Делать Арт Обстрел Говорят Да ладно Ну и где Ваш Арт Обстрел Всё Оживёл Остался Один Сектопод С двумя Мелкими Надо Во-первых Подлечиться Всеми Перезарядиться Всеми Штурмовиков В первую очередь Лечим Потому что Они пойдут Убивать А вот сейчас Будут Накрывать Насколько я понимаю Потому что Он как раз Не стрелял Сейчас по мне Поэтому Я считаю Надо валить Я лучше Сюда Вот Пойду Там Вижена Нет Здесь Надо потихоньку Двигаться Перезаряжаться Лечиться Секунду Готовиться Беску Тоже Обводим Просто Не бежать С этой стороны На сектопода Это вообще Можно Конечно Штурмовики Добегут Но Там Кажется Ещё Кто-то Был Так Давай Сюда Ага Зарядка Повеселимся Жесть Самый Жесткий Террор Который У меня Харт Обстрел Сейчас Посмотрим Осталось Ли там Что-то Вылетает Вот мелких Надо забрать Конечно В первую очередь Это тоже К ним Подпустят О А вот Это Хороший Шанс Да Всё в порядке Не беспокойся Ревуч Хочу увидеть Сектоподом Это просто Полмиссия Можно нарезать Подержал Ваш канал На сумму 500 рублей Миша Спасибо тебе За самый Наверное Эпичный Стрим По Икс Чон Икс Чон Икс Чон А без Снайперов Тима Превратилась В Гэ Да какое Гэш Жопа ты А не Ведьмак Хрен ты Моржовый А не Ведьмак Жопа ты А не Мастер Короче У нас Хьюстон Большие Проблемы Потому что Сектопод Идет Причем Он стоит Скотина На овер Вочем Подойти Нормально Я не могу А мне нужно Очень быстро Подходить Если хочу Револьвера Спасти А там Молниеносный Короче Ребят Я Видимо Вынужден Просто Бежать Вот сюда Это Хрень А не Решение Михаил Взорвется Машина От его Выстрела Он Он Тебя Не будет Видеть Леги Видит он Тебя И овервотч У него нет Он двигался Ну что Ребят Надо действовать Быстрым Действовать Очень Быстрым Так А у кого Из штурмашей Есть У Бески Мимикрирующая Да Поняла Да Вот Беска Побежала Мимикрирующая Кожим Раз Родстоцки Надо Перезарядиться Для начала У нее Вот дым Есть Дым Сверхполезен Когда Начнется Вся Вот Эта Вот Заварушка Наверное Сюда Подойду Он же Меня Не Увидит Увидит Ну так Не Увидит Окей Опа Тут С Ран Иган Можно Человека Снять И Если Револьвер Увидит Сектопода Он Видит Сектопода Я думаю Надо Бежать Дмитрием Михайловым Снимать Дроиды Для начала Потому что Все равно Будут убивать Револьвера И надо С этим Что-то Делать Работаем Два Два раза По 98 Хорош Объект Уничтожен Хэвика На расстоянии Выстрела Но Нужен Фул Кавер Отсюда Он уже Будет Видеть Только В следующий Ход Хэвик Битый Очень Его Подлечить Но Короче С Богом Рева Держись Рева Воля 119 Ну и лакер По хэвику По фулкаверу Угол опасный Ох Как проносит Меня Пью Сейчас будет Пью Скотина И что теперь Дым наверное Да Выходить Так убивать Верхнего Или даже Вот так Выходить Так А куда Добежит Мой верхний Безранным Гадом Сюда Добежит Окей Че Аркадим Не Аркадим А очень Очень Тактически Верно Продумываемся Шаги До Ой Увервотч Продумал Шаг Мимо 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 Скотина Два Увервотча Безус Увервотча 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 Мишкин Примив Скайпе Акбс Поэкспортированных Персонажей Для Акс Чем Два Он Уходит Спасибо За стримы Душевная Получилась Серия Беологин Поддержал Ваш канал На сумму 500 рублей Миша Спасибо За стримы Впереди Еще Финалка И три Эфериала Ни Аркадь И ни Хори Больше Без Сныпов Равно Удачи Не факт Что я здесь Уже Справлюсь Беса Практически Выключилась С борьбы Ее надо Блин Уводить Лечить Хевик Еще Не попадает Ни черта Да как На каждый ход У него Я не знал Просто Что на каждый ход У него На каждое действие Увервоч А почему Он раньше Не срабатывал Это Забей Просто У нее Скрытность Смимикрирующей Не работает Скрытность Блин Это капец Думай 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 Скорее всего Так Молниеносный Видимо У него Включается Режим В котором Он Всегда Овервочит Да как А ты Не охренел На каждую клетку Овервочит Что это такое Вообще Что это такое Шесть Овервочи На ходу Пулеметчик Подчеркивание Ганс Поддержал Ваш канал На сумму Тысячу рублей Это баг Говорят Шикарная Серия Стримов Спасибо Ой Там Третий раз Игру проходит Так тупить Пишет кто-то Вот Ну бас Блин Это баг Баг у него Не было до этого Такого На каждую клетку Овервоч Эксперты Черт Убей Рева Прошу Реанимировать Надо Но не сейчас 17 17 Такая чушь Давай попробуем Окей Тут надо было Сразу так сделать Это жесть Уже Мне практически Некем убивать Один штурм Лежит Остальные Раненые Бежать на него Я не могу Стрелять он может По самым разным Людям Но наверное Лучше Ханкерить Штурмовиком Потому что Отсюда ты не попадешь Нужно только подходить Блин Можно конечно Вот так вот сделать Да давай Попробую мелкого Хотя бы убить Давай Его в один ход Нужно было убивать Пешки в руки А вот теперь Нужно Мозг Включи Ты бежишь на него У него овервотча на каждую твою клетку, ты всеми бежишь, всеми отдаешься. В один ход его надо было убивать. Умник. Как у меня горит, а? Надо было убивать его в один ход. Капец, как же, как же меня бесит-то. Иногда эксперт это просто... Просто бесит. Давай с пистоля попробуем по-дальнему стрельнуться. Ну, давай, 61. Есть. Так, он остался один. Ой, блин, сейчас будет раздавать. По хэвик стреляет, судя по всему. Попал. 9. Вот как не проверять его на овервотча? Одни молниеносные сработают. Сейчас надо пытаться реанимировать. Бойца. Я рискую потерять, если там опять... А тут меткости никакой. Я могу только его из укрытия убрать. Блин, и не проверить ведь, а? Тут толстый угол меня будет мочить в жестком. Так, 4 хода до спасения. Я даже подходить не хочу. Боюсь. Ладно, давай револьвером проверять тогда. Что ж тут поделать. Ой, тут 3 раза опять сработает. Надо поближе. Ну, так тогда... Ну, давай вот так вот лучше. Оп, молниеносный. Главное, чтобы второго раза сейчас не было. Первый этап. Понятно. Но если он сейчас продолжит стрелять, это жесть, конечно, будет. Нет, вроде нету. Вроде бы нету. Хорошо. Тогда можем подойти и стрельнуть раз. Можем реанимировать два. Вообще, хэвиком надо проверить. Еще, прежде чем штурмовиком бежать. Хотя хэвика лучше сюда поставить. Поехали. Нет, есть у него овервач. Что за хрень? Это баг. Я не добегу. Мне бежать в 7 клеток. Я каждую клетку буду получать. И чем ближе, тем вероятнее. Так, давайте сейф лот. Ну, в смысле, сейф на эту же клетку. Может быть, это... Это перк ближнего боя. Какой перк ближнего? Я бегал к нему уже на этой миссии. Ничего подобного не было до этого. Ты мог кинуть дым по пути штурмана? И что? Словил бы все равно вплотную, когда к первой клетке подбегал. Там дым, не дым, какая разница? Дизи Стэл, ты сам-то там... Как у тебя? Прошел игру-то? Советчик. Может быть, имеет смысл сейчас эвакуироваться просто. Вспышка против овервотча. А вы уверены, что овервотча снимается вспышкой? Давайте проверим, хорошо. Сейчас пойдем реанимировать. Осторожно, они двигаются! Иду! вспышка против овервотча. Эксперт Василий из чатика. Что за хрень это вообще? Что это вообще за хрень? Вот это уже баг. А до этого, типа, нет. Да? Реанимируем бойца. Но он все равно меня здесь убивает. Дущий выход. Надо эвакуироваться отсюда. попытаться. Вдруг паника останется. Можно попробовать реанимировать револьвером из-за полного укрытия. А, ну я же его не заберу с собой. На любом случае. уходим. Надо как-то уходить отсюда. Разбит кирпичами стул. Когда пригорает покрытие у попа, забей мешание. Возьми отгул, снеси кс-ком и попей компоту. Потом, когда отпустят гнев, вернёшься красавцем. В ореоле славы, вот тогда и придёт успех. На секта подов найдёшь управу. Пека ггг. Спасибо большое. Понимаете, да, нужно штурмовиком валить, по крайней мере, сюда. А я с пулей овервотч. Он и так два раза будет стрелять, он убьёт у этого и это. Револьвером не уйти. Да, надо рисковать. Какая-то хрень, а, что это за баги-то вообще? Фибоначчи поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Нарядить и пишут, что Фераксис знают про этот баг. Им это репортили в 2013 году, но они отказались исправлять. Так что это не баг, это фича. А у нас Беска лежит, да? Короче, смотрите, я теряю Арцистоцку, но могу спасти трёх офицеров. Если мы уйдём вниз, обойдём... Убить его нереально. Чтобы его убить, я должен по нему попадать. Попадать я по нему не могу. Револьвером надо отступать. Пока он меня не... А, это полуукрытие. Нет, это полуковер. Типа вот сюда вот по пастам. Ну да. Тут очень устрогал. Вероятность попадания крайняя всякая. Ты не видишь никого. Нет. У меня дома два снайпера. Один тяж. Я попробую трёх офицеров спасти из шести. Ты забыл, что если ты улетишь, то Гуф. Сделаю. Да я же спас мирного. Вообще да, скорее всего Гуф. В принципе, в теории, если мы найдём укрытие неразрушимое, типа Балкин, и подойдём к нему с мимикрирующей кожей. И мы можем реально по нему стрелять. Сейчас попробую Артстотскую спасти. Точность будет убогая. Так, револьвер побежал спасать. Сюда. Дмитрий Михайлов умирает. Да, если я вернусь, то страна, скорее всего, будет. Да, и без психа не пройти. Ну, то есть, можно, конечно, воспитать психа, но это очень сложно. Так, фулл каверов здесь нет, кроме вот этого, да? А чего я, в конце концов, добьюсь? Ну, подойду я к нему, он меня видеть не будет. Выстрел отойти за угол, выстрел отойти за угол. В теории может сработать. Поехали. Понеслась. Ты ничего не видишь. Ой, блин, тут... Тут нет халявного выстрела у меня. Из-за рейнджа. А с этой клетки... Я сейчас еще на Overwatch могу на углу попасться. Ну, хотя там одна клетка, он, может, и не увидит меня. Ответный будет. С чего он будет ответный, если тут вторая клетка? Он, может, меня не видеть отсюда. Так, я подкрадываюсь пока к... Ну, там стабилизировать, это жесть. Я же не добегу до него. Хотя вот отсюда можно попробовать. Два хода всего, да? Приезжай ему. Поехали. Не хватит. Так, думай. Думай. Мне нужно место, где я смогу... Вообще... Даже из дробаша 60% попасть так. Евгений подчеркивание С поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Михаил, это же жбак. Ребут миссию. Спуль меха и стой всеми за стеной. Жди. Комп читер нонсенс. Удачи. Да я сделал релот. Бак не... не справился. Кхм. Да нет у меня этого халявного выстрела. Я сейчас выбрал либо я стою ханкерю, как дурак. Либо я пробую, например, сюда отступить, чтобы в следующий ход подойти вот так. Ну а дальше-то что? Ну подойдешь, ты будешь делать выстрел халявный. Все равно, что на новой рочи тебя убивать были. Вспышка. Ну какая вспышка? Что за чушь? Попробую спасти мирного. Спасен мирный наверху. Нарисован. Блин. Мутон Валера поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Михаил. Да. Мы всей семьей на твоей стороне. Этот секта-под, видимо, из бракованной партии. Таких обычно списывают, но, видимо, к нему не смогли даже подойти. Короче, пропускаю пока ход. В ханкере сижу. Один ход. Отсюда смогу? Не факт. А у тебя выбора нет. Если ты подойдешь ближе... Не смог. Потеряем артстот. Скотина. Ладно, проверим. Лечу туда. Я проявляюсь. И вот... Есть. Хорошо. Теперь с другой стороны зайдем. У меня все под контролем. Продолжим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Молодец, убит. Что мне делать? Выбора нет. Стреляем раз. Стреляем. Два-три. Вспышка. Вспышка. Надо их выбрать отсюда. Иду. Скотина. Буду глядеть в боба. Не надо. Пощади. Не надо. О-о-о-о. Хорошо-то как. Так. Главное, чтобы там... Один шаг овервотч. Блин. Что-то мне стрёмно сейчас к нему идти. Может сразу два выстрела сделаем по 20. Не убьёшь, скорее всего. О-о-о. Раз, два, три, четыре, пять. Сердце бьётся. Шесть, семь, восемь, девять, десять, один. Где-то сто двадцать, сто тридцать. Там-пам-пам-пам-пам-пам. Класс. Проверять у него овервотч или не проверять? Как скажете. Да ё-по, РСТ-то. Я на границе стою. Я не знаю, пройдёт или не пройдёт. Обойди по кругу. О-о-о, это реально хороший совет. Только нельзя показать, как по кругу обойти, понимаешь? 45 меткости. Хрень. В идеале надо подойти сюда и выстрелить. Но у него овервотч. Господи, я никогда ещё не был так близким. Тот не убьёт. Арцутска тоже не убьёт. Никто ничего не сделает. Можно, конечно, его за угол вообще завести. И Амаверик поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Фераксис всё подстроили. Выиграть нельзя. Пришельцы захватят планету. И придётся играть в Х-Чом-2. Да я понял, у тебя выбора нет. Вспышка ещё одна. Ну всё, блин, сломали. Ну чё? Бежать, стрелять? Если нет, я теряю Хэвиком. Так, я могу... Ой, блин. Не, лучше штурма, лучше Хэвика отдать, чем... Я лучше за угол. Элуси Веревенгер поддержал ваш канал на сумму 200 рублей. Миш, твоё сердце бьётся. А вот сердце Арцтоцки и Михайлова уже не будут биться. У тебя есть крюк. Вообще, за крюк вообще спасибо. Так. Ну я допускаю, что у него есть овер. Поэтому я подставляю тяжем. Довали ты его уже. Если б всё было так просто. Проще, конечно, вот так вот отступить. Следующий ход инвиз. Этого теряем. Только так. По-другому никак. Они зашли сбоку. Как? Как? Откуда у него бомбардировка? Он так промазал, смотри. Раз, два, три, всё вокруг. Короче, надо бежать, пацаны. Надо бежать. Ты выйдешь. А у него овер. Капец, какая грязь. Ладно, здесь надо подходить. Стрелять. Капец. Может, ещё раз вспышкой, а? Да, хотя бы так, давай. Боезапас на нуле. Чё мне делать? Чё мне делать? У меня опять... Бежать я на него не могу. У него не овер. Откуда ты знаешь, что у него не овер? Короче, я за угол. И поближе к мимикрии. Там, кажется, полукрытие справа. Держись. Подходит. Хорошо. Ещё ближе, 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 ближе. Блин, немножко не хватает. Только не артсоцку. Нет! 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 Выхода нет. Это последний ход. Я побежал. Я пошла! С Богом. Нет, овервочер. Нет, не попадёшь, овервочер. Не попадёшь. Нет, не попадёшь. Не попадёшь, не попадёшь, не попадёшь. Центр, ответьте Рейнджеру. У нас потери. Взвод уничтожен. Повторяю, взвод уничтожен. Понял вас, Рейнджер. Статус подтверждаю. Возвращайтесь на базу. Да, я не мог улететь с этой миссии. Слушайте, на этом мы закончим прохождение XCOM. Я не буду делать лоуды. Я знаю, как это всё закончится. Это великолепное окончание перед второй частью. Лучшее просто. Просто улучшее. Эпичная миссия. Эпичные камбэки. Чёртовы баги. Но до конца. Просто до конца. С размерной агрессией. Мы полагаем, что мир и сотрудничество с пришельцами принесут процветание всему человечеству. Это решение было принято единогласно. Наш путь чист. Девушки отдыхают. Никто этого не ожидал. Это был один из лучших экипажей. Мы ничего не могли сделать. До связи. Неизвестный поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Снос школы офицеров, террор. Всё это негативно сказалось на эффективности работы как проекта XCOM, так и совета. Это предприятие результат необдуманных и поспешных решений. Мы полагаем, что мир и сотрудничество с пришельцами принесут процветание всему человечеству. Наш путь чист. Вторая частью, которая начинается с того, что инопланетяне все-таки захватили нашу Землю и организация XCOM должна теперь ввести партизанскую войну. Это великолепный гуф, на мой взгляд. Просто великолепный. Отличная миссия. Сам, конечно, себе наставил тоже галок с этими снайперами. Да, немножко багов, но как бы всё нормально. Всё нормально. Спасибо, что смотрели. Миша, не расстраивайся. Ты сделал всё, что мог. Да, я... Удачи в двух части. Вторая часть, вторая часть, да. Подчёркивание, Кейс поддержал ваш канал на сумму 101 рубль. Хорош, красавчек. Даёшь вторую часть. Да. Красавчек, секта, под, овк. Да. Ну всё. Подписывайтесь для того, чтобы не пропустить начало второй части XCOM. Ориентировочная начнётся завтра. И учитывая то, что завтра у нас суббота, я думаю, что мы начнём пораньше даже. Часа в три, в четыре, как-то так. Поэтому... Да, и самое же главное, ребята, перед тем, как совсем ливнуть, я предлагаю выпить за героев. Несмотря на то, что землю не спасти, они старались. Мы будем их помнить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok